Неподалеку от Романовского моста, так назван железнодорожный мост, под которым подорвался на мине генерал Романов огромное здание универмага, под него уходит бетонный тоннель для заезда грузовых автомобилей. Шагаем по бетонке под универмаг, там, глубоко под землей, огромная эстакада для разгрузки, прямо над ней огромный пролом, под ним заваленные рухнувшими бетонными глыбами бронетранспортер, джип и УАЗ боевиков, видно, боевики считали это укрытие надежным. С любопытством осматриваю пролом над головой, явно не от снаряда, как минимум тяжелая бомба, но кто так точно навел авиацию на этот боевиковский схорон, разведка, агентура, ведь с воздуха ничего заметить здесь было невозможно. На подъезде к дворцу Масходова наши БМПшки осторожно объезжают торчащий из асфальта карандаш неразорвавшегося градовского снаряда, саперы сюда еще не дошли, вообще нагрузка на них колоссальная, за сутки снимают до 2000 мин, растяжек, фугасов, но разминировано пока не больше третьей территории города. Наконец мы перед резиденцией Масходова, здание правительства Ичкерии, свежепобеленные стены, черные, выгоревшие окна, бетонное крошево осколков под ногами, стены густо исписаны, здесь был полк морской пехоты, если надо, будем еще. Смоленский ОМОН увиденным удовлетворен. Так будет со всеми, кто поднимет руку на Россию. 506 Я МСП. Слава России, Масходов. Ты сдохнешь, как собака. Интересно, о чем думает сейчас Масходов где-то там в горах. Вспоминает ли, как подъезжал сюда с толпой охраны, как преданные нукеры распахивали перед ним эти двери, вспоминает ли свой кабинет. Теперь все это только грезы. Никогда уже в это здание не ступит его нога. И впереди только пустота, безвестность. Ломаем хребты волкам. Спецназ ГРУ. У Романовского моста блокпост питерского ОМОНа. Фамилия нашего лейтенанта и номер части заносится в журнал. И так на каждом блоке. Все дикие, без спецпропусков, машины и боевая техника задерживаются и передаются комендатуре для разбирательства. Наглядно видно, как командование борется с расхлябанностью и разгильдяйством. Прямо у бетонных блоков фонарь. На нем обрывок веревки с куском фанеры. На фанере надпись «Агент ФСБ». Тут же вспоминаю видео о двухнедельной давности. Озверевшие от потери и безысходности боевики бросились искать агентуру ФСБ. По каким-то им одним понятным признакам схватили на улице человека и повесили в назидание другим. Значит это было здесь. Почему-то на стенах часто встречается надпись «Адмалала». Это оппозиционное масходову и прочим ичкирийцам движение. Неужели в Грозном действовало их подполье? Около одной из таких надписей приписка углем. Шейх Адам, рука Москвы. Соображаю, что Шейх Адам это знакомый мне Адам Дениев, лидер Адмалалы. Эта борьба наглядной агитации посреди неразрушенного города удивляет и оставляет ощущение какого-то сюрреализма. Площадь минутка. Холмы руин вдоль улиц. Глаза пытаются отыскать хоть какие-то знакомые еще с прошлой войны панорамы, дома, улицы. Но все тщетно. Только какое-то смутное ощущение того, что этот разрушенный почти до основания город напоминает другой, который остался в памяти. В комендатуре встречаю своего старого знакомого еще по той войне, бывшего комдива 19-ти краткая дивизия генерала Василия Приземлина. Теперь он назначен комендантом Грозного. Фактически комендатура только создается. Формируются районные комендатуры, комендантские роты, милиция. Но уже сегодня перед приземлиным и командованием группировки встал главный вопрос. Что делать с Грозным дальше? Восстанавливать или строить заново? Военные инженеры говорят, что построить заново легче. А Старый Грозный предлагают сделать полигоном для МЧС спасателей и штурмовых частей. Но где взять денег на новый город, этого не знает никто. На окраине Грозного в аэропорту Северный батальон и готовится к параду. Коробки пехотинцев, десантников, спецназовцев печатают шаг по бетонке. Из колонок передвижной радиоустановки звучит знакомый с детства марш. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. И что-то сладко сжимает грудь. Идут парадные коробки. Рубит шаг солдаты. Молоденькие, торжественно серьезные. Какие-то совсем игрушечные, не похожие на суперменов, богатырей. Но именно они взяли этот город, они сломали хребет Ичкирийскому волку. И вот теперь этот парад, эта музыка возвращают городу его настоящее имя. Не Джохар Кала, русский Грозный. Не аэропорт имени шейха Мансура, а русский Северный. И именно здесь сейчас я понимаю, что мы действительно сильнее врага. Ни числом, нет, духом. Я видел много пленных боевиков, крепкие, откормленные, здоровые мужики. Я помню, как яро и грозно они орали перед видеокамерами заграничных операторов. Аллах Акбар. Как клялись умыть русских кровью. Обученные, отлично вооруженные. И вот теперь они сокрушены и побеждены этими обычными русскими мальчишками. Они униженно заглядывают в глаза конвоирам, торопливо открещиваются от всех преступлений, на чем свет клеймят Масходова и Басаева, сдают места нахождения своих бас и лагерей. Мой добрый друг Гена Алехин, редактор окружной газеты, рассказывает, как искал в городе дом, в котором раньше жил. Оказывается, здесь прошла его офицерская юность. Здесь же родилась его дочь. И даже рекомендацию для вступления в Союз журналистов СССР ему давал некто Тимичев. Под такой фамилией жил тогда будущий министр пропаганды Ичкерии Удугов. В Грозном много лет прожил и заместитель командующего объединенной войсковой группировки Геннадий Трошев. Сегодня он выбрал пару свободных часов, чтобы съездить на кладбище, навестить могилы родственников. Странное совпадение, именно на этом кладбище боевиками была замаскирована Зеушка, обстрелявшая вертолет, на котором Трошев облетал Грозный. Говорят, Зеушка била почти в упор, но только повредила вертушку. Кто сбил прицел чеченского зенитчика? На вопрос, что чувствовал Трошев, воюя в Грозном, снося его с лица земли, Трошев пожимает плечами. Ощущение, что твой родной город захвачен бандитами, испоганен, измордован, намного более мучительно. А руины что? Сталинград тоже из пепла поднимали. Только Грозный не моя заслуга. Я в это время в горах работал. Его Владимир Васильевич брал. Товарищ генерал. Генерал Владимир Васильевич Булгаков крепок, высок и как-то непоколебимо спокоен. От него просто веет какой-то основательностью, надежностью. От порядка, царящего в его штабе, от его офицеров, немногословных, собранных, без подобострастия и заискивания, столь свойственного многим штабным. О генерале Булгакове ходят легенды. Его бесстрашие, мужество давно стали притчей во языцах. Но генерал чужд гордыне, стороница камер, не раздает интервью. Его даже узнать непросто. Спецназовский горник без погон, обычная офицерская шапка. И только кабура Стечкина через плечо выдает в нем командира. Но именно этот генерал вынес на своих плечах штурм Грозного. Этот генерал, его штаб сломали здесь хребет Ичкирийскому волку. Заманили боевиков в ловушку и беспощадно уничтожили их там. В командирском кунге как-то аскетично пусто и чисто. Диван, стол, карта под стеклом, чайник, ростовские сигареты. Когда я получил приказ принять командование группировкой, рассказывает Владимир Васильевич. Штурмующий Грозный обстановка сложилась крайне сложная. Штурм, который начали 6 декабря части МВД и внутренних войск, К2 января практически остановился. Понеся большие потери, МВДшники закрепились в Старопромысловском районе, фактически так и не войдя в черту старого города. Старые промыслы были фактически только предкрепостными укреплениями духов. Центральная же часть была одной сплошной крепостью. Город был разбит на сектора и имел три кольца обороны, сооруженных в инженерном отношении просто и исключительно. Дома были превращены в опорные пункты. Стены армированы изнутри бетоном. От дома к дому тянулись ходы сообщений, причем настолько скрытые, что обнаружить их можно было, только свалившись в них. Заводской район промзоны были вообще превращены в крепости. На вооружении боевиков был огромный арсенал самого современного оружия. От крупнокалиберных снайперских винтовок до орудий и минометов. Оборону в городе держали до 7 тысяч боевиков. Поэтому со 2 января до 12 гомы, активно работая по грозному артиллерии и авиации, готовили войска к штурму. Учитывая опыт городских боев в ходе прошлой чеченской кампании, полки и батальоны были разбиты на штурмовые отряды и группы. Было проведено их боевое сложивание и отработка действий. И с 12 г января начался новый штурм Грозного. Бои носили исключительно ожесточенный характер. Но мы почти сразу увидели, что замысел наш был правильным. Буквально за неделю все первое кольцо обороны духов было взломано, и войска вышли к центральной части города. Особенно нам досаждали снайперы. На этой войне их вообще много, но в Грозном особенно. У духов были целые мобильные отряды снайперов, как своих подготовленных, так и спортсменов-наемников. Тех легко было узнать по характерным малокалиберным винтовкам. Тактика снайперов была весьма изощренной. Позиции оборудовались в глубине домов, часто в комнатах, не выходящих на нашу сторону. В стенах проделывались узкие бойницы, и из них велся огонь через пустую комнату. В кирпичных стенах были специальные вынимающиеся кирпичи. Бойницы делались в стыках угловых плит домов. Были даже позиции снайперов, прятавшихся под бетонными плитами, которые домкратами поднимались на несколько сантиметров, открывая пространство для ведения огня. Но против них мы почти сразу применили антиснайперские группы, укомплектованные высокопрофессиональными стрелками из Альфы, Вымпела и ряда других спецназов. Также действовали и группы армейских снайперов. В этой снайперской войне мы перемололи основной духовский костяк, но до последнего дня снайперы были одной из главных опасностей. Чувствовал ли я уважение к противнику? Нет, это бандиты, выродки. И отношение у меня к ним было, есть и остается соответствующее. Да, по-бандитски они хорошо подготовлены, но против регулярной армии и они бессильны. Это я понял еще в Ботлихе, когда 133 моих бойца при четырех пушках сдержали натиск полутора тысяч хваленых басаевских и хаттабовских боевиков, сдержали и нанесли им серьезное поражение. Нет, я не чувствовал какого-то серьезного противника с той стороны. Мы знали, что будут делать боевики, что они могут предпринять, чего от них можно ждать. Ничего неожиданного, яркого за этот месяц боев мы от них не дождались. Никакого полководческого таланта за Басаевым я не вижу. Он очень шаблонен и убог. Из войны в войну использует одни и те же приемы. Просто раньше его полководческий талант оплачивали деньги за перемирие и переговоры, которые принимали мздоимцы в Москве. Именно перемирие и остановки войны всегда спасали его от разгрома. Теперь же платить некому, и звезда Басаева закатилась. У меня мечта достать Басаева. И не думаю, что ему осталось долго бродить по этой земле. Главный потенциал нашей победы – это патриотизм. Именно патриотизм – замечательное, великое понятие. Сегодня наши солдаты и офицеры знают, за что воюют. Они сражаются здесь за Россию. И единственное, что можно услышать от наших солдат – это желание добить врага, закончить войну победой. И что самое главное, сегодня армия видит, что высшее руководство готово идти до конца. Армия верит правительству. А это много значит. Мы видим, что любое наше обращение, любая просьба удовлетворяются. А ведь сегодня у нас ресурсов куда меньше, чем пять лет назад. И это не может не окрылять. За все эти долгие месяцы войны нас ни разу не поторопили, ни разу не потребовали взять к такому-то числу. Сегодня и сама Россия стала другой. После взрывов в Москве, после вторжения боевиков в Дагестан все увидели, что с террористами невозможно жить в мире, что они ничего не понимают, кроме силы. И народ поддерживает сегодня свою армию. И это второе слагаемое нашего успеха. Мы знаем, для кого мы должны выиграть эту войну, кому нужна наша победа. Боевики ничего не смогли противопоставить нашему натиску. И 6 февраля в 11 часов 45 минут мне доложили о взятии последнего духовского района обороны. Город был взят без спешки и без неоправданных потерь. Мы наглядно показали боевикам, что сильнее их и тактически, и технически, и, что самое главное, духовно. Я горжусь своими солдатами и офицерами. Горжусь тем, что мне выпала честь командовать ими в эти трудные дни. Зеленая кровь Ичкерии. Первый полк знаменитой Таманской дивизии мы нашли только в сумерках, поплутав порядком по окраинам Грозного. ОМОНовцы на блокпостах вообще без понятия, кто где стоит. Их задача – документы проверять, автотранспорт досматривать до себя, защищать от ночных вылазок. Выяснили только, что полк стоит где-то у Калиновской. Раза три заворачивали на проселочные дороги, но упирались либо в пустыри, либо в тупики. Наконец на трассе остановились около молодых чеченок, толкавших перед собой тележку с лопатами и граблями. Алексей спрыгнул на землю и что-то подробно у них расспрашивал. Те кивали, показывали руками куда-то вправо. Наконец Алексей заскочил на броню. БМПшки развернулись на дороге и тронулись в сторону поселка. Это Калиновская. Говорят, что за площадью поворот налево и до конца. Кричит сквозь рев движка Алексей. Я пожимаю плечами. Мне это не нравится. Я бы никогда не стал спрашивать дорогу у чеченцев. Мы въезжаем на многолюдную площадь поселка. И словно в подтверждение моим опасениям, кругом торгующие чеченки, кучкующиеся чеченцы. Взгляды настороженные, недобрые. За площадью мы заворачиваем влево и долго катимся мимо каких-то гаражей и пустырей. Идеальное место для засады. Всей кожей чувствую опасность. И тут из-за поворота показывается бронетранспортер единицы, первого полка. Не обманули чеченки. Да, что-то действительно изменилось в мозгах и настроении Чечни. Мы ночуем ваду. Еще на прошлой войне я с любопытством разглядывал далекие факелы нефтяных скважин на склонах гор. И вот теперь БТР привез нас в расположение второго батальона, разбившего лагерь на горной поляне. На дороге мы несколько раз проезжали мимо огромных, бушующих пламенем костров. Десантура накрыла чеченский нефтепровод. Пояснил замполит. БТР то и дело с шипением и бульканьем погружался в невидимые во тьме лужи, шумно расплескивая их из колеи. Нефть. Коротко бросил замполит, указав большим пальцем под колеса. И я зримо представил черную, жирную, вязкую жижу внизу. От этого видения меня почему-то передергивает. Огонь медленными языками сползает по склону вниз за растекающейся нефтью. И все это почему-то очень напоминает увиденное по телевизору извержение вулкана. Добро пожаловать в ад. Эту надпись я десятки раз видел на стенах чеченских домов. И вот теперь русская пехота действительно пожаловала в ад. Вокруг лагеря батальона буквально ревели пламенем с десяток скважин и нефтяных озер. Пехота пожаловала в ад и неторопливо обыденно готовилась к ночевке. Ощетинивалась стволами дежурных БТРов и часовых. Курилась дымами палаточных буржуек и полевых кухонь. Строилась к ужину, чистилась, считала личный состав. И все это в мертвенном дрожащем зареве адских факелов, горевших вокруг лагеря. Но в обыденности этой пехотной жизни было что-то настолько грозное, несокрушимое, что все местные бесы, нефриты, джинны и иблисы не смели беспокоить чужаков и лишь в бессильной ярости выбрасывали ревущее пламя в безразличное ночное небо. Единица, первый полк, сменил в Грозном на позициях 506 и краткое полк Приволжского округа. 506 му пришлось буквально прогрызать внешнее кольцо обороны Чичи, и в этих беспрерывных боях волгари понесли большие потери. Практически каждый четвертый выбыл из строя, и хотя оставшиеся были полны решимости драться и мстить за павших товарищей, было принято решение сменить 506 и краткое таманцами. Гвардия честь свою не посрамила. Офицеры батальона с гордостью говорили о том, что силами единицы была взята почти половина города. Но победа эта далась таманцам нелегко. Больше 30 человек пали в городских боях. Из них треть офицеры. Практически каждый второй офицер в батальоне был убит или ранен. Да, враг был силен и отчаян. Тем больше наша слава. Рано утром нас разбудил Дневальный. Пора было собираться. Командирский БТР уже негромко урчал движком. Улица встретила низким февральским солнцем, которое то и дело гасили жирные нефтяные клубы горящей нефти. Оказалось, что лагерь батальона был разбит на нефтяном поле. Кругом стояли решетчатые фермы скважин. Тянулись трубы нефтепроводов. Мы зашагали к командирскому кунгу, где нас уже ждал комбат. Коротко поздоровались и стали рассаживаться по броне. Неожиданно в глаза бросилось густо измазанное зеленым, не то солидолом, не то с маской, колесо. На что это так наехали? Спросил я из чистого любопытства. Так нефть же, пояснил командир. Нефть, зеленая, зеленая, зеленая. Да сейчас сами увидите. БТР тронулся с места и медленно покатился по склону холма вниз. Неожиданно из-за поворота показалась огромная лужа темно-изумрудного цвета. Нефть, крикнул с командирского места комбат. Но я уже и сам увидел, как на вершине холма из разорванного взрывом трубопровода разливались вниз по склону длинные зеленые языки. Нефть. И было какое-то дикое несоответствие в том, как по черному, лоснящемуся чернозему лениво текла зеленая, запененная нефть. Нет, не нефть. То текла зеленая кровь издыхающей в муках великой Ичкерии. БТР с шумом вломился в зеленую нефтяную лужу. Разметал ее широкими, тяжелыми колесами. С пренебрежением прокатился по ней и, пыхнув соляркой, рванулся по полю вперед. Комбат легко качнулся в такт движению, и я неожиданно поймал себя на мысли, что просто балдею от этого имперского презрительного безучастия комбата. Под колесами его бронетранспортера хлюпали деньги. В пустоту, в никуда разливались по полю тысячи, десятки тысяч долларов. За эти густые зеленые ручьи вот уже 10 лет рекой льется по этой земле алая человеческая кровь. Одной этой скважины на вершине хватило бы, чтобы обеспечить весь рот комбата на 100 лет вперед. Лагерь батальона стоял на поле, которое могло бы всех до последнего солдата сделать миллионерами. Но это брошенное, бесхозное богатство ничуть не задевало солдат. Сотни долларов налипали жирной зеленой грязью на покрышки, но ничто не дрогнуло в душе комбата, ничто не смутило его дух. Он спешил на совещание в штаб полка, и его никак не волновала эта жирная зеленая грязь под ногами. Товарищ генерал, то, что боевики будут прорываться из города, мы поняли очень скоро, когда кольцо вокруг них начало сужаться. Булгаков прикуривает, глубоко затягивается и выдыхает дым. Уже тогда в разные стороны на прорыв потянулись мелкие группы, которые прощупывали нашу оборону, пытаясь найти в ней бреши и стыки. По мере нашего наступления эти попытки становились все более частыми. Постепенно они локализовались на четырех направлениях, а потом, после перекрытия нескольких участков, вообще на двух. Конечно, заманить боевиков в ловушку было нашей желанной целью, но делать это было необходимо крайне осторожно. Здесь, в заводском районе Усунжи, у нас был стык обороны двух полков, и боевики не раз пробовали здесь прорываться из города. Мы даже установили здесь минное поле, но это не останавливало их. За несколько дней до основного прорыва здесь попытался прорваться целый отряд из 70 боевиков. Потеряв почти 30 человек на минах и под огнем, боевики вырвались по Далханкалу. Там их через день блокировал и уничтожил наш батальон. Но мы поняли, что это была уже серьезная разведка. Чтобы у боевиков не возникло никаких сомнений, мы даже приказали провести расследование по факту этого прорыва. Выставили несколько дополнительных пулеметных гнезд. Соотношение убитых и прорвавшихся, видимо, удовлетворило полевых командиров, и в ночь на 2 февраля они пошли на прорыв. Мы их ждали. Радиоразведка перехватила радиообмен между отрядами, где один из полевых командиров дал ориентир места прорыва, которое было хорошо нам известно. Заранее были спланированы огни артиллерии, по стенкам коридора были развернуты в засадах батальоны, проведена инженерная подготовка, выставлены новые минные поля в глубине на пути боевиков. Передовой разведывательный отряд достаточно легко прорвался через стык в нашей обороне и тотчас дал радио главным силам. Духи не могли даже предположить, что в это время мы проводим массированное дистанционное минирование и разворачиваем на позициях новые батальоны. И когда сюда вышли их основные силы, они фактически оказались в мешке. Для нас теперь было главным не дать им вернуться в город и гнать их вперед. Самонадеянность в очередной раз подвела Басаева. Загнав свои отряды на мины, он решился прорывать минное поле, даже не предположив, что впереди их может ждать еще не одно такое поле. В итоге они оказались в ловушке. Пути назад не было, впереди были мины, а с флангов их косили засады. У них оставался единственный путь по воде. И это в 10-ти градусный мороз ночью. На это мы и рассчитывали. После такого купания ни о каком дальнейшем прорыве в горы речи уже идти не могло. Надо было где-то обсушиться и прийти в себя. Уцелевшие в мешке, помороженные, мокрые боевики фактически были обездвижены. Волханкали мы их утром и блокировали окончательно. Только в плен было взято больше 300 духов. Около 600 было уничтожено. В том числе больше десятка известнейших полевых командиров. Здесь же был тяжело ранен Ибасаев, которого ценой огромных потерь боевики вытащили с поля боя. Особенности русской национальной охоты. И началась бойня. Высоко в ночном небе вдруг вспыхнули ослепительные люстры осветительных снарядов, залив все вокруг неживым погребальным светом. А потом ударили пулеметы. Испуганные, ошарашенные этим светом волки приникли было к земле. Но на пустом, лысом берегу им негде было укрыться от света и огня. И тогда они рванулись вперед по руслу к спасительной тьме. Свинцовые плети выгрызали в сплошной массе бегущих провалы, распинали, разрывали тела. Но по упавшим мертвым и еще живым неслись вперед уцелевшие, давя, затаптывая бьющихся на снегу раненых. И тут впереди загрохотали сухие резкие разрывы, мины. Что ж их ждали, еще разведчики докладывали о них. Вожаки что-то рявкнули и вперед погнали специально прихваченных для этого пленных, пробивая их телами проход. Тех, кто отказывался, тут же расстреливали очередями. Но и расстрельщики то и дело мешками валились на снег, прошитые пулями и осколками засады. Огонь становился все более плотным. За ухо ли артиллерийские разрывы, опустошая, буквально выкашивая стаю. А проход все еще не был пробит. Разведка ошиблась. Поле оказалось намного длиннее, чем доложили. Пленные кончились. И тогда вперед рванулись самые преданные вожаку волки. Они парами бежали вперед, подрывались, падали на снег изуродованные, разорванные, нашпигованные осколками. Вхрипели, бились в агонии. А по их следам уже бежали очередные пары. Смерть, бушевавшая за спиной, подгоняла и придавала мужество. Только бы вырваться, спастись. А потом эти урусы ответят своей кровью за все. За каждого павшего в этой засаде волка. И они пробили таки проход. Мины кончились. Аллах Акбар. Взревели сотни глоток и стая бросилась по проходу, оставив за собой целый вал из мертвых и умирающих тел. Адреналин ударил в сердце. Путь свободен. Значит, прав великий Шамиль Аллах на нашей стороне. И кто еще посмеет усомниться в волчьем везении интуиции Шамиля. Он все-таки нашел выход из ловушки, нащупал его и вывел за собой своих преданных волков. Аллах Акбар. И здесь стая страшно с разбега налетела на новое минное поле, о котором ничего не было известно, а воздух буквально разорвался десятками разрывов снарядов и мин. Они оказались в огненном мешке. Выхода не было. Смерть хозяйничала вокруг. Визжали осколки, били пулеметы, рвались мины. Аллаху Акбар. Буквально взвыли волки. Но милостивый и милосердный отвернул свой лик от них. Чаша грехов была переполнена, и настало время возмездия. Умирали опытные взрослые волки. Скалились, рычали. В последнем броске пытались прорваться к позициям засады, чтобы хоть напоследок забрать с собой кого-нибудь из врагов, но падали на полпути, иссеченные, нашпигованные свинцом. Гибли молодые, едва успевшие вкусить крови волчата, истерично бросались через поле, надеясь на везение, удачу. И там, разорванные подрывами, разматывали по снегу внутренности, хрипели, сучили ногами. И снег под ними набухал черной кровью. Смерть работала, как мясник на конвейере, забирая жизни десятками и сотнями. Шамиль подорвался. Эхом пронеслось над толпой. Этого не могло быть. Как в солнце, как в воздух. Они верили в счастливую звезду Шамиля. И вот она закатилась. Этого не могло быть. Но мимо мечущейся толпы к черной воде Сунжи охрана на руках потащила тело. Запрокинутое, все в крови знакомое лицо. Шамиль. Черный, страшный, сочащийся кровью обрубок вместо ноги. Это был конец. В последней надежде уцелевшие кинулись к Сунжи и, проваливаясь по грудь в ледяную воду, устремились вниз по течению. Рвались разрывы, визжали пули. Река подхватывала убитых и уносила в ночь. К утру немногие уцелевшие вышли к Алханкале. Обмороженные, мокрые, израненные. Они не могли идти дальше и разбрелись по домам поселка Греция и Сушица. А утром поселок уже был блокирован русскими полками. К вечеру волки сдавались в плен сотнями. Реквием по шестой роте. К ночи перестрелка перешла в плотный духовский обстрел. Пунктиры трассеров сложились в какую-то сумасшедшую графику красно-желто-синих ломаных линий, розчерков и стрел. Пули шипели над головой, лопались о камни, вхлестко чмокали по грязи. В частую дробь очередей стали то и дело вплетаться разрывы мин и гранат. Не соврал дух. Весь вечер десантники действительно дрались лишь с передовым отрядом. И вот теперь к боевикам подходили основные силы. Эй, командир! Услышал комбат в наушниках знакомый насмешливый голос Идриса. Так назвался чеченец. Тебе не жарко там? Видишь, я слов на вытер не бросаю. На каждого твоего соплика ты пыр по двадцать наших лучших воинов. Но нам не нужны ваши жизни. Забирай своих цыплят и уходы. Командир, ты же умный мужик. Сам видишь, у вас нет ни одного шанса. Вы и часа не продержитесь. Мы сметим вас, дишь ты бля. Ночью к вам никто не прыдет. И летчики ваши спят. Спасай своих солдат. Уходы с дороги. Он был прав этот Идрис. Превосходство боевиков было полным. На каждого десантника приходилось уже по полтора десятка чечей. А духи все подходили. К тому же у боевиков минометы, десятки пулеметов и гранатометов. А у десантников только восемь граников с носимым боекомплектом гранат. До десятка два мух. Никто не ждал здесь такой огромной банды боевиков. Разведка докладывала о разрозненных мелких группах в 10-15 человек. Прорывающихся к равнине. Только к утру на подготовленный уже опорный пункт должна была подойти техника и артиллерия. Ошиблась разведка. Еще можно было отойти. Оставить заслон. Обложиться минами, растяжками. Пробиться к реке и по руслу выйти к своим. В темноте чечи не решаться преследовать. Но тогда эта банда к утру вырвется из кольца. За семь часов, оставшихся до рассвета, боевики пройдут километров тридцать. Выйдут в лесистое предгорье и там их уже будет не достать. Комбат посмотрел на офицеров, сидевших на корточках вокруг него в мелком, полувыкопанном окопчике. Нормально закрепиться на высотке, окопаться, обложиться заграждениями десантники не успели. Выкатившийся на них в сумерках отряд боевиков не дал времени организовать полноценную оборону. Духи обещают дать коридор. Время им дорого. Хотят к рассвету быть в предгорье, а там и дошали рукой подать. Мы тут у них как кость в горле. Выворачивая душу, завыла падающая из зенита мина. Все инстинктивно пригнулись. Ахнул близкий разрыв, густо обкидав всех вывороченной землей. Кисло пахнуло сгоревшим толом. Пристрелялись суки. Выругался ротный. Что с помощью? До наших передков, километров десять. За спиной только трасса и гарнизоны по селам. По трассе должна была вечером наведена выйти колонна ментов, но связи с ними нет. Наши смогут подойти только к утру. Артиллерия огнем поддержит. Но, если духи подойдут слишком близко, то сами понимаете. Авиация работать не сможет. Ночь. Туман. Так что будем делать, славяне? Комбат знал ответ. Знал, что скажут его офицеры. Знал, но хотел услышать эти слова, укрепиться ими, успокоить душевную смуту. Ведь вокруг него дрались его солдаты. Эти пацаны доверили ему свои жизни, верили в него, верили в мудрость и удачу своих командиров. Они хотели жить, любили жизнь. И ответственность за них неимоверным грузом давила сердце. Он знал, что в этом бою до утра доживут немногие. Надо держаться сколько сможем. Ответил за всех ротный. Надо держать их. Эхом отозвался командир разведчиков. Будем держаться. Подытожил комбат. А если совсем припрут, вызовем на себя артиллерию. И те, кто уцелеет, пусть пробиваются к реке. Решение было принято. И неожиданно стало легко-легко на душе. Комбат прошел много войн. Вышел живым из многих переделок. Выиграл десятки боев. Воевал жестко, расчетливо. Он верил в свою счастливую судьбу, в удачу. И они не оставляли его. Но сейчас он ясно понимал, что уцелеть, остаться в живых на этой высоте не судьба. Больше не было вчера или завтра. Оставалось только здесь и сейчас. И эта цельность давала какую-то странную свободу. Он больше не был ни сыном, ни мужем, ни отцом. Все это осталось где-то там, далеко за этой проклятой высотой. Осталось тем, кто прорвется сюда к ним, кто вынесет их отсюда, кто вернется домой и будет жить за них, оставшихся в этом бесконечном сегодня. Теперь он был только воином. А в жизни воина бывает миг, когда война из тяжелой, страшной работы становится просто принятием смерти. По местам мужики. Скомандовал комбат. И пусть каждый выполнит свой долг до конца. В третью атаку они уже просто пошли волнами. В полный рост, не пригибаясь. Их гнало безжалостное время. Шел второй час ночи. Аллах Акбар. Ревели сотни глоток. Серый вал накатывался на позиции роты. Трещали, захлебываясь злобой автоматы. Ухали разрывы. Но рота не отвечала. Десантники ждали, когда боевики подойдут в упор. Слишком мало оставалось патронов, чтобы тратить их впустую. Аллах Акбар. Акбар накатывалась на высоту. И вот когда уже людской вал был готов захлестнуть вершину, окопы густо ощерились огнем. Кинжальный огонь был страшен. Очереди буквально выкашивали нападавших. Опустошали цепи. Под ноги уцелевшим полетели чугунные шары гранат. Все утонуло в грохоте разрывов. И чечи не выдержали. Цепи остановились, залегли и, не находя укрытия от пуль, поползли вниз к подножию, к спасительной тьме густого кустарника, оставляя на склоне десятки мертвых и корчащихся в агонии тел. А на позиции десантников вновь обрушились мины. Воздух взорвался огнем. Всюду господствовала смерть. Одна из мин попала в пулеметное гнездо, разметав в клочья расчет. К пулемету бросился сержант-разведчик, но очередная мина изрубила осколками и его спрятаться от смерти было негде. Мины падали из черного ночного неба одна за другой. И каждый, вжавшись в камни, молил лишь об одном, чтобы следующая была не его. В куцем окопчики раненые, не обращая внимания на обстрел, торопливо набивали магазины патронами. Один с лицом в промокших черной кровью бинтах на ощупь находил разбросанные по брезенту плащ накидки бумажные пачки патронов, рвал их и точными, быстрыми движениями загонял острые клыки патронов в магазин. Второй, с перебитой пулей правой рукой, прижимая ее для устойчивости к животу, пальцами левой неуклюже забивал патроны. Третий, с простреленной, перетянутой жгутом ногой специальным ножом распарывал очередной патронный цинк. Ахнул близкий разрыв. Осколок мины, словно бритвой, срезал два пальца на руке открывавшего цинк бойца. Брызнула кровь. Раненый охнул, потянулся к карману за бинтом, но вдруг обмяк и опрокинулся назад. Следующий осколок пронзил сердце и отлетела солдатская душа. А санитары подтаскивали к окопчику очередных раненых. Одного с серым землистым лицом, с пузырящейся кровавой слюной, пребывавшего в промедоловом дурмане, другого с оторванной по локоть левой рукой. Не возьмут гады, не сдамся, рычал он. В правой руке у него была зажата граната. Пусть подходит, суки, лять. Увидит, как десантура умирает. Его стащили в окопчик. Если что, прижимайтесь, братки, ко мне. Прохрепел он лежавшим и сидевшим вокруг него раненым. Живыми нас они хер возьмут. Комбат был тоже ранен, но пуля прошила икру на вылет, и он, наскоро перевязавшись, продолжал руководить боем. Эх, командир, ожила станция. Мы с вами по-хорошему хотели, но вы непонимаете. Что ж, теперь пощады не проси. Мы будем вас всех как баранов резать. На кусочки, слышишь? Здесь наш Амир Хаттаб. Он приказал из твоей собачьей шкуры сделать ему пояс. И я, мамой клянусь, сделаю это. Комбат поднес микрофон к губам. Послушай, свинья, с тобой, говорит комбат воздушно-десантных войск России. Мы стояли, стоим и будем стоять на этой вершине. И пока мы живы, вам ее не взять. А что касается баранов, так их уже несколько сотен валяется на склонах. Некому собирать. А сколько еще будет, спроси у Аллаха. Рассвет уже близок. Тебе нужна моя шкура? Приди и возьми, если ты такой смелый. Ахаттабу своему передай, что русские десантники не сдаются. Пусть это вспомнит, когда подыхать будет. Я иду к тебе. Взвизгнули было наушники, но комбат уже сорвал их с головы. В окоп спрыгнул ротный. Ну как у тебя, плохо, минометы, мать их, 20 убитых, вдвое больше раненых. Из них половина тяжелых. Все, кто может автомат держать в строю. Но с боеприпасами, труба, по три магазина осталась на человека. У ПКМщиков по 300-500 патронов. У Гранников на трубу по две гранаты и ручных полторы сотни. До утра никак не хватит. Аллах Акбар. Донеслось с подножия высоты. Боевики пошли в очередную атаку. Только с пятой атаки, почти под утро, Чичи ворвалась на высоту. Уже давно навсегда уткнулся в землю лицом ротный. Пал от пули снайпера лейтенант-разведчик. Закончились выстрелы к гранатометам. И на каждого из оставшихся в живых десантников осталось по пол рожка патронов. Прощайте, братцы. Николай из Смоленска перекрестился и, встав в полный рост, бросился на подбегавших боевиков. С пояса расстрелял остатки патронов, завалив нескольких Чичей. С размаху, как в родной деревне Вилы, по самый ствол загнал штык в грудь набегавшего боевика и, поддев его словно сноп, швырнул в сторону распоротого, умирающего. Еще успел заметить, как откуда-то сбоку из-под руки выскочил тщедушный дух. Крутанулся в его сторону, перехватил автомат, как дубину, и обрушил его на голову боевика. Но как хряснула раскалывающаяся черепная коробка, он уже не услышал. Длинная очередь в упор пробила грудь горячим свинцом, и отлетела солдатская душа. «Мужики, двум смертям не бывать, а одной не миновать!» — крикнул оставшийся за ротного старший лейтенант. В штыки! «Пусть запомнит, суки, как десант умирает! Ура!» — грозно грянуло над высотой. Аллах Акбар! — ревели склоны. Сержант татарин метнулся в самую гущу боевиков. Там, вертясь волчком, расстрелял последний магазин. Коротко, точно ужалил штыком в грудь одного боевика, достал в шею второго. Третьему, набегавшему на него здоровому бородатому арабу, он вогнал штык в живот, но выдернуть его не успел. Араб дико завизжал, рухнул на колени и в предсмертном ужасе судорожно ухватился ладонями за ствол, не давая вытащить из себя лезвие штыка. Татарин изо всех сил рванул автомат на себя, но араб, как приклеенный, хрипя потянулся за ним. Матерясь, татарин уперся ногой в грудь араба и, наконец, рывком скинул того со штыка, но распрямиться не успел. Длинное узкое лезвие кинжала, пронзив лопатки, вышло из груди. И он удивленно, растерянно посмотрел вниз на торчащую из-под сердца сталь, попытался вздохнуть, но земля вдруг ушла из-под ног. И он упал навзничь, глазами уткнувшись в черное беззвездное небо, куда казанским голубем плеснула солдатская душа, убивший его боевик. Судя по кобуре Стечкина на поясе, командир, коротко, зло обтер кинжала рука в куртке и, перешагнув через мертвое тело, огляделся. Комбатом неживым взять. Рявкнул он охранявшим его нукером. У ног хрипел, бился в агонии проткнутый штыком араб. Чечен поморщился. Потом взвел ударник Стечкина, приставил его к затылку араба. Аллах Акбар. Коротко произнес он и нажал на спусковой крючок. Ахнул выстрел. Араб дернулся и обмяк. Смерть эта на мгновение отвлекла внимание охраны и в это время из полыхающей огнями очередей предрассветной хмари возникла крепкая фигура. Охрана вскинула автоматы, но было поздно. Длинная очередь в упор разорвала командира. Сломала его пополам и швырнула на тело убитого им араба. Идрис, буквально взвыли боевики, но сразу достать его убийцу не удалось. Он еще успел завалить бросившегося на него начальника охраны и хохла радиста. И только когда у него закончились патроны, чья-то очередь наконец достала Уруса. Уже мертвого его долго и остервенело рубили кинжалами, в бессильной ярости вымещая на мертвом теле злобу и отчаяние. Но лейтенант всего этого уже не чувствовал. Душа его, уже свободная от смертной боли, в далеком от этой страшной высоты доме, склонилась над детской кроваткой, где вдруг безутешно заплакал во сне его сын. Аллах Акбар. Радостно взревел боевик, запрыгнувший в окоп, где лежали раненые Урусы. Рванул из-за пояса кинжал. Сычез шашлык из вас на рыжем. И здесь до его слуха донесся до боли знакомый, страшный щелчок сработавшего бойка гранаты. Подчиняясь инстинкту, он рванулся из окопчика, но чьи-то руки ухватили его за ноги, прижали к земле. И тогда он завизжал в смертном ужасе. Раз, два, три, механически отсчитывало сознание. И мир утонул в испепеляющей вспышке. А в далеком Пскове, в обычной двухкомнатной хрущевке, вдруг надрывно завыл старый пудель, почувствовавший легкую, невесомую руку молодого хозяина. Сотый, ясти лет. Боеприпасы кончились. Духи ворвались в траншеи. Весь огонь на меня. Повторяю, весь огонь на меня. Прощайте, мужики. Слава России. Комбат бросил трубку на бруствер. Потом не торопясь расстрелял станцию. На дне окопа догорали радиотаблицы и карты. Потом подпустил набегавших боевиков поближе и короткими точными очередями начал расстреливать их. Эй, собаки, я комбат ВДВ. Попробуйте меня взять, псы. Крикнул он, отвлекая, вытягивая на себя боевиков. Давая хоть какой-то шанс тем немногим уцелевшим, кого еще не нашли, не достали Чичи. Он отстреливался. А сам про себя считал. 25, 26, 27. Ну когда же, когда 30, 31. Первая пуля попала комбату в правое плечо, и он выронил автомат. Но тотчас подхватил его вновь и, кривясь от боли, уже неприцельно дал очередь. Вторая пуля попала в левый бок, третья пронзила сердце. И уже умирая, он гаснущим сознанием успел услышать знакомый шелест подлетающих снарядов, и улыбнулся холодеющими губами. Душа русского комбата тихо отлетела ввысь, на Божий суд, где ему предстояло по-солдатски мужественно ответить праведникам, за что он бился и за что принял смерть. И душа его не боялась этого суда. А по руслу реки, шатаясь от усталости и ран, отходили его уцелевшие солдаты. Шестеро из девяносто. Мы улетали из Ханкалы солнечным, теплым февральским днем. Простившись со старыми и новыми друзьями, долго сидели на авиаплощадке в ожидании вертушки. Проголодавшись, резали колбасу, запивая ее водкой из фляги. Повод был, в этот день мне стукнуло 37. Долго говорили о войне, о книгах, об общих друзьях. А вскоре к площадке подъехала группа офицеров МВО, среди которых старший генерал, тотчас взял нас под свое покровительство. В Москву мы летели в компании с боевыми генералами. Время коллег. Госпитальный очерк. У этого госпиталя два лица. Одно лениво-фешенебельное, в камне и мраморе. С ухоженными клумбами, роскошным, почти дворцовым фойе, хрустальными люстрами, зеркально-каменными полами. Здесь охрана в модной униформе. Здесь у строгого кирпичного КПП редко встретишь старенький Жигуль или Москвич. Все больше Мерседесы, Вольво, БМВ и прочий иностранный автозверинец последних моделей. Здесь путь для солидных пациентов и посетителей. Обычный госпитальный народ здесь появляется лишь раз в час, когда к КПП подъезжает городская маршрутка и врачи, медсестры, санитарки, посетители среднего достатка меняют друг друга в душном салоне автолейна. Одни возвращаются домой, другие, наоборот, приезжают, чтобы заступить на дежурство, выйти на работу, проведать своих родных и близких. Тогда у КПП вдруг на несколько минут становится многолюдно, а потом опять тишина, умиротворение, дворцовость. Но есть и другой вход. Дальнее КПП. Обычные металлические ворота, калитка. Здесь всегда многолюдно. Прямо за забором госпитальный поселок, где живет половина госпитального персонала. Врачи, медсестры, санитарки, слесари, водители. Здесь магазинчики и укрытые для интерьера армейскими маск-сетями маленькие кафешки. Рядом казармы и госпитальный автопарк. Привычная суета людей в погонах и камуфляже. Здесь уже все больше родных отечественных машин и трава на газонах в полный рост. Сердце госпиталя. Два многоэтажных корпуса. Один построен в конце 70-х. Тогдашний типовой, больничный. Но уже со скромными архитекторскими изысками в виде сплошного балкона на каждом этаже и даже генеральскими, в советском понимании, палатами. Это когда одна кровать в крошечном помещении со своим отдельным туалетом и душем. Старожилы рассказывают, что тогда, в начале 80-х, госпиталь считался едва ли не санаторием для тогдашних генералов. Но все чаще палаты на три койки с туалетом и умывальником в конце больничного коридора. Теперь это основной хирургический корпус. Сюда еще совсем недавно сплошным потоком шли раненые из Чечни. Сегодня этот поток истончился, но все равно, Чечня без работы местную хирургию не оставляет. Другому корпусу нет и пяти лет. Его строили турки под руководством немцев, на немецкие же марки. Это, так сказать, один из примеров расплаты натурой за воссоединение Германии. Здесь уже совершенно иные стандарты. Роскошные холлы, просторные отделения. Все палаты одно-двухместные с туалетами и душами. Все стандарты середины 90-х. Новейшие оборудования, самые современные лаборатории. Уникальные кардиологические операционные. Кого тут только не шунтировали. Здесь уже и люксы совсем другие. Есть и двух, и даже трехкомнатные. Со всеми мыслимыми удобствами, от кондиционера и джакузи до собственной кухни и комнаты для охраны. Были бы деньги или достаточно больших звезд на погонах. По неволе сравниваешь люксы 70-х и 90-х. Разница в запросах их обитателей, прямо скажем, впечатляет. Интересно, но хирургический корпус почему-то ближе к дальнему КПП. В местном кафе за соседним пластиковым столиком веселая компания. Человек шесть ребят и три девчонки. Много пива и воблы. Из старенького магнитофона что-то нечленораздельное поет одна из новомодных и пустых, как детская соска, современных групп. И целуй меня везде. 18 мне уже. Рифма везде уже вполне достойна интеллектуального уровня певцов. Мы с двумя моими спутниками поневоле наблюдаем за молодежью. Ребята как на подбор, все короткостриженные, в недорогих спорткостюмах. Таких много болтается без дела по всем российским городам. Без работы, без профессии, без всякого особого смысла. Как говорится, день до ночь, сутки прочь. Девчата тоже явно не из богатых семей. Но аккуратненькие, свежие своей молодостью. Как всякие провинциалки, немного разбитные, громкие. В общем, один прайд. Видимо, местные, поселковые. Они оживленно обсуждают какую-то Таньку, которая обещала, но почему-то не пришла. Видимо, из-за того, что перегрелась на пляже. Потом переключаются на грядущий приезд в Москву. Агаты Кристи спорят, как удобнее попасть на концерт. Один из ребят тянется к столу за пивом. Из-под задравшегося края спортивной куртки неожиданно показывается рыжий край широкого армейского ремня. Что за странная мода носить под спортивкой широкий кожаный ремень. Еще успевай подумать я, как неожиданно веснушчатый пацан, сидящий у самого стола, ловко подхватывает бутылку двумя, почему-то очень короткими руками, и передает ее тому с ремнем. И взгляд буквально обжигает то, что на месте кистей у веснушчатого ничего нет. Точнее, из каждого запястья торчат по два странной формы пальца, больше похожих на клешни, которыми он и подхватил пиво для товарища. И словно пелену сорвали с глаз, я вдруг замечаю, что у одного из ребят пустой рукав заправлен в карман куртки. У накаченного, бритого крепыша в широком разрезе брючины поблескивает никелем спица парад Элизарова. А странная куча металлических трубок, которые я вначале принял за разобранную конструкцию летнего тента, оказалась составленными в кучу костылями. Раненые. Взглядом сталкиваюсь с глазами того веснушчатого, без кистей и стыдливо, словно пойманный на чем-то неприличном. Отвожу глаза и вновь натыкаюсь взглядом на широкий кожаный пояс. Через пару дней в коридорах госпиталя встречаюсь с этим парнишкой. Он быстро, почти бегом пропрыгивает мимо на костылях. Правой ноги у него нет по самое бедро. На карте долго ищу знакомое по всем московским больничным схемам слово «морг» и не нахожу. Нет его на плане. Потом мой Вергилий по госпитальному комплексу, проходя мимо неприметного одноэтажного здания в глубине госпитального периметра, кивнул. Вон отделение точной диагностики. Смерть в госпитале скрыта от глаз, отделена, закрыта. И это выгодно отличает госпиталь от руина пщегражданской медицины. Помню, когда в октябре 93 года я с ранением бедра лежал в 33 и краткой Остраумовской больнице, то каждое утро под окнами хирургических палат из подвала, куда ночью из реанимации и прочих критических точек спускали умерших за ночь пациентов, выстраивался целый скорбный поезд из каталог, на которых лежали накрытые с головой простынями тела. И их с неимоверным металлическим грохотом нетрезвые санитары везли по разбитому асфальту через добрую треть больничного комплекса к моргу. И половина больницы с холодным содроганием следила в окна за этой мрачной процессией. Госпиталь куда гуманнее к своим больным, ушедших в мир иной здесь стараются по возможности в отсутствие больных сразу вынести из отделения, спустить на лифте к специальному входу, где уже стоит специальная санитарная машина, которая опять же за дворками увозит скорбный груз к отделению точной диагностики. В этом прозвище патологоанатомического отделения свой мрачный юмор, именно здесь окончательно определяется, как говорят врачи, умер ли больной от того, от чего его лечили, или от чего иного. Вообще, чем дольше ходишь по бесконечным переходам и коридорам госпиталя, тем больше он напоминает некий огромный ремонтный завод. Сюда попадает, привозится, притаскивается, поступает истерзанная, измученная болью, изъеденная болезнями человеческая плоть, и здесь, в его огромном чреве, будучи рассортированной по полу, возрасту, важности и стоимости, пройдя через рентгены и томографы, узи и кардиограммы, анализы крови, мочи, желчи и еще Бог знает чего, а эта плоть человеческая исследуется его технологами. Они определяют характер и причину поломки и технологию починки каждого попавшего к ним изделия Бога. А потом начинается действо. Одних распластывают на высоких кожаных столах и, отобрав одним уколом новейшего синтетического яда сознания и ощущения, врезаются в недвижимую, бесчувственную плоть, пробиваются сквозь ткани и кости к источникам боли и там иссякают, вырезают, сшивают, сращивают. В другие тела впиваются пластиковые сосуды, и через них больная плоть омывается сложнейшими растворами, которые рассасывают, растворяют боль, заживляют, зарубцовывают, восстанавливают пораженные органы и ткани. Здесь человеческие тела заново учат сгибать суставы, вставать, ходить, есть, испражняться. Здесь их мнут руки костоправов, прозванивают все их нервные цепи тончайшими китайскими иглами, греют кварцем и радоновыми парами, массажируют водяными струями. И в конце, через недели, а иногда и месяцы вновь возвращают их окружающему миру. Не новыми, нет, но с продленным ресурсом. Человечество только совсем недавно пришло к выводу, что куда более выгодно поддерживать здоровье человека и растянуть как можно дольше его активную часть жизни, чем просто выжать его, как губку, за 20 лет и в 40 искалеченным, немощным стариком вышвырнуть на обочину жизни. Ведь живые и здоровые люди, перешагнувшие 50-летний рубеж, это, по сути своей, самые лучшие специалисты и мастера, высочайшие профессионалы. Во многих видах современной человеческой деятельности пик мастерства приходится на время после 40. Пилоты, капитаны, ученые, врачи, писатели, всех не перечесть. То, что сегодня возраст немощности в развитых странах отодвинулся далеко за 60, позволяет, как ни странно, растянуть младшим поколениям комфорт детства и беззаботность юности. Сегодня 17-летний подросток кажется еще совсем юнцом, а 25-летний студент никого не удивляет. А ведь еще в начале прошлого века нормальным возрастом для начала трудовой биографии считались 16, а то и 14 лет. Инженеры покидали стены университетов в 20 лет. Такова была суровая необходимость. Надо было восполнять естественную убыль. Помню, как меня поразило, что большинство героев войны 1812 года умерло, едва перешагнув 50-летний рубеж. Еще больше меня удивило то, что их к этому моменту уже давно считали стариками. Отношение к больным, к болезням вообще один из главных показателей духовной зрелости государства. Я помню, как смеялся в советское время над вычитанной в журнале здоровье фразой, что из-за обычного гриппа СССР в год теряет не то два, не то три рабочих дня, или сколько-то там миллионов рублей не созданного из-за этого ВНП. Тогда мне это казалось проявлением совкового маразма. А совсем недавно в серьезном медицинском журнале я прочел статью о том, что в крупных японских корпорациях разворачивают собственные медицинские центры, чтобы прямо на предприятиях вести медицинское наблюдение за персоналом, так как слишком велики убытки, связанные с невыходом сотрудников на работу по болезни. Поэтому же в капиталистических Японии, Германии, Франции, Голландии и еще целом ряде стран уже введена или активно вводится система обязательной ежегодной диспансеризации населения, которую они посчитали необходимым перенять у советской медицины. А у нас в России, после введения страховой медицины сегодня мечтают хотя бы об обязательной диспансеризации школьников. Об остальных речи просто не идет. Из статьи в медицинском справочнике, каждый второй умерший от рака мог бы жить, если бы он был продиагностирован на ранней стадии болезни. Простейшим способом своевременного выявления онкозаболеваний на ранних стадиях в СССР являлась всеобщая диспансеризация. Сегодня средняя продолжительность жизни мужчины в России всего 57 лет. Осторожно интересуюсь у знакомого врача фронтовыми судьбами лежащих в отделении ребят. Тот, без кистей, конопатый, сапер, отслужил в Чечне год. Весной их вызвали в одну из местных школ. Перед занятиями кто-то из учителей совершенно случайно обнаружил установленную ночью мину. Боевики свято следуют завещанию убиенного дядюшки Джо, Джохара Дудаева, что чеченцу для жизни больше трех классов не надо. При первом же осмотре мины стало ясно, что установили ее на неизвлекаемость. Надо взрывать на месте, но директор школы буквально умоляла саперов этого не делать. Школу с таким трудом восстановили. Саперы решили попробовать. Они смогли снять основную мину, разрядить почти все ловушки, кроме одной, той, которая взорвалась прямо в руках сапера. Здесь, в госпитале, хирурги сделали почти невозможное. Из остатков раздробленных костей и мышц сформировали новые пальцы. Всего по два на руку, но даже это – медицинское чудо. С ними парень уже не беспомощный калека, который даже ширинку без посторонней помощи расстегнуть не сможет. Крепыш с аппаратом Элизарова, десантник, был ранен снайпером при одной из зачисток. Худенький, без ноги, его БТР четыре месяца назад подорвался в грозном на мощном фугасе. Все они попали сюда после целой череды медсанбатов и прифронтовых госпиталей, где врачи боролись за их жизни, вытаскивали из шока, выполняли первые, самые необходимые операции. И здесь, в госпитале, специалисты высочайшего класса зачастую фактически заново формируют их тела, пытаясь вырвать их у инвалидности, у вечности. В истории Великой Отечественной войны прочитал, что войну выиграли раненые и солдаты 1895-1890 года рождения. Врачи, технологи госпиталя. У каждого свой путь к госпиталю. Редко у кого сразу со студенческой скамьи из ординатуры. У большинства через десятки гарнизонов, дальних точек, батальонные и полковые санчасти. У многих за спиной раскаленные госпитальные модули и палатки Афганистана. Десятки выходов на боевые, где часто приходилось резать, сшивать, обезболивать, интубировать прямо под огнем душманов. Где некоторые сами, поймав душманскую пулю или осколок, теряя сознание от боли, еще успевали вколоть раненому бойцу промидал и последним движением гаснущего сознания зажать кровотечение резиновой удавкой жгута. Здесь по возрасту врачей можно почти безошибочно определить, кому какая война досталась. Капитаны и майоры, те почти сплошь чеченцы. У каждого по нескольку командировок на горящий Кавказ. Кто чуть постарше уже, помнит Карабахские засады, разрушенный землетрясением спиток, жару июльских бендер и абхазский зной. Ну а те, кому за 40 начинали еще с Афгана, Эфиопии, Никарагуа, Сирии, есть вообще экзотические персонажи. Один из реаниматологов несколько лет отслужил во вьетнамских джунглях, другой хирург больше пяти лет работал в африканской сельве. Я на неграх так руку набил, как ни на одних морских свинках в институте не получится. Мрачно шутит он. Его действительно считают одним из лучших хирургов. В Африке местные прозвали его чудо-доктор. Вот этот огромный совокупный врачебный опыт и есть главная технология госпиталя, его на ухоу. В нем накоплен уникальный опыт лечения любых, самых разных и экзотических болезней, травм, ранений и поражений. Именно поэтому даже новорусские олигархи и министры, которым доступны любые самые фешенебельные клиники Америки, Германии, Швеции, Японии, предпочитают в серьезных случаях ложиться сюда, в госпиталь. Здесь лечил свою изъеденную гепатитом печень Березовский. Здесь почти с того света вернули Кобзона. В коридорах госпиталя видели и Татьяну Дьяченко, и Кокошина, и Чубайса, и еще десятки разных министров, депутатов, банкиров и олигархов. Но я бы сказал неправду, если бы попытался представить госпиталь этаким оазисом без забот и проблем. Нет. Скорее он напоминает крепость в осаде. Госпиталь, как и всю нынешнюю российскую медицину, осаждает нужда, разруха и безденежье. Врач получает мизерную зарплату. Медсестры еще меньше. При этом на них лежит самая тяжелая и грязная работа. В тех же хирургических отделениях медсестра должна за смену сделать сотни уколов, десятки перевязок обеспечить подготовку больных к плановым операциям, прием послеоперационных больных. Это почти каторжный труд. А кроме этого еще суточные дежурства, когда на всю ночь медсестра с дежурным врачом остаются одни на целое отделение, где десятки лежачих и тяжелых послеоперационных больных. Не зря шутят, что опытная хирургическая медсестра это еще не врач, но уже не фельдшер. Поэтому в той же частной стоматологии сестер с опытом работы в хирургических и реанимационных отделениях расхватывают с руками и платят на порядок выше. Зарплата санитарок вообще крохотная. Поэтому текучка медсестер и санитарок огромна. И хотя командование госпиталя старается организовать гибкую систему выплат, установить разнообразные надбавки, но все равно не комплект младшего медперсонала велик. Поэтому с каждым годом госпиталь вынужден выделять все больше своих мощностей на платную медицину. Сегодня лечь в еще недавно совершенно закрытый для посторонних госпиталь может любой, у кого есть деньги. Поступления от коммерческой программы позволяют госпиталю закупать новое оборудование, вести ремонт своего обширного хозяйства, поддерживать и облагораживать территорию. Но и с подвольском мерциализации в госпиталь начинает проникать и поразившая и теперь уже почти уничтожившая всю гражданскую медицину болезнь, без различия к обычному больному человеку. Ведь что там говорить, внимание коммерческим больным уделяется особое. Поэтому многие, раньше легкодоступные всем восстанавливающие и оздоравливающие процедуры в той же физиотерапии сегодня для обычных больных постепенно становятся дефицитны. Пока, к счастью, только в физиотерапии, вечером в кафе собирается все та же компания. Ребята беззаботно пьют пиво, хрустят сухариками, отставлены в сторону, убраны от глаз подальше костыли. Смеются девчонки, ластятся к парням. Из хриплых динамиков опять кто-то кого-то призывает куда-то увезти. А я, глядя на этих ребят, вдруг понял, что они и есть главный символ сегодняшней нашей России. Истрадавшиеся, искалеченные за нее, еще толком не понимающие, что с ними произошло, но веселые, азартные, ловко хватающие страшными клешнями кружки с пивом, рвущие ловко зубами и одной уцелевшей рукой в облу, которая еще два месяца назад там, в горах, казалась редчайшим деликатесом, а не символ. Символ русской жизни, пробивающийся сквозь любые изломы и каменья, приспосабливающийся к любым самым суровым условиям и, несмотря ни на что, верящий в лучшие, тянущийся к свету, к солнцу. И еще я понял, что эти ребята – главный пробный камень всех сегодняшних дел и обещаний новых наших правителей. Забудут они об этих ребятах, вышвырнут их из жизни, сольют в свои золотые гальюны, как десятки тысяч бывших до них афганцев, карабахцев, абхазцев, тех, еще первых чеченцев, и грош цена всему тому новому, о чем убежденно говорят эти самые правители. А я, как выпишусь, поеду к брату во Владик, опять пойду матросам на траулер, рассказывал подружке десантник. «Поедешь со мной?» Девчонка смеется и прячет лицо у того на шее. В глазах недоверчивый азарт. А вдруг действительно позовет? Они верят, что жизнь только начинается. Обычный герой. Вовку Салимова разбудил знакомый рев движков. Прямо над казармой прохлопала лопастями и ушла куда-то в сторону гор-вертушка. Он открыл глаза и еще какое-то время прислушивался к тающему вдали гулу. Потом приподнялся на локте. Прямо у головы на столе громоздились оставшиеся с вечера пустые бутылки, початые консервы, засохший хлеб и прочая снедь, способная поднять вечернее настроение компании и фронтовых офицеров. Вовка пошарил рукой по столу и, найдя пластик бутыля с минералкой, жадно приник к горлышку губами. Притушив характерную утреннюю жажду, он откинулся на подушку и заложил руки за голову. Хорошо. Еще вчера в это время он был в воздухе. Нарезал виражи под облачностью, выискивая в разрывах облаков проход через хребет. И, наконец найдя его, буквально юркнул в стремительно затягивающееся туманом окно. Прошел в десятке метров над склоном хребта, успел проскочить теснину скал и в уже густеющей облачности соскользнул в узкую горную долину, где вертушку ждали на полковой площадке тяжелораненые солдаты из подорвавшегося на горной дороге броника. Едва колеса вдавились в жирный горный чернозем, как хлынул дождь, плафон, позывной местного авиановодчика, только руками развел. Видимость упала почти до нуля. Но это уже было неважно. Взлететь он мог при любой погоде и даже с закрытыми глазами. И вот теперь первый раз за эти три месяца он встречал знакомый гул движков не на КП и не в кабине своей восьмерки, а на койке. И это был повод. Но в одиночку пить Салимов не умел и не желал. Это же просто извращение, пить в одиночку. Крайняя форма эгоизма, переходящая в бытовое пьянство. Поэтому, сев на кровати, Вовка обвел глазами казарму, оценивая обстановку. Результат этой оценки его не обрадовал. Казарма была безмолвна и пуста. Весь народ отвалил на аэродром. И это не могло не огорчить военлета Салимова. Еще вчера вечером за столом было не протиснуться. Отмечали день рождения замка Меска Партикеева. А вот теперь ему, целому майору, ветерану нескольких войн, выпить, понимаешь, ни с кем. Неожиданно краем глаза он уловил в углу казармы движение. Кто-то лежал на кровати. Салимов приподнялся, пытаясь узнать лежащего. Но лицо его было закрыто какой-то книжкой, которую тот читал. И все же по какому-то наитию Вовка его узнал. Васильев, ты? Из-за книжки показалось знакомое худощавое лицо Васильева, штурмана гусаровского экипажа. Ну-ка, иди сюда. Нет, Магомедыч, я пас, отозвался Васильев, сообразив, для чего именно зовет его Салимов. Ты это кончай, Андрюха. Тебя целый военный майор вызывает. Твой замполит, между прочим. Иди сюда. Магомедыч, я больше не пью, заныл Васильев. Ты не агитируй, ты сюда иди. Васильев нехотя встал с койки, сунул ноги в солдатские шлепанцы и направился к койке Салимова. Их же вчера проконопатели, вспомнил Вовка. Он был в воздухе, когда услышал доклад, что в районе Арштов восьмерка Гусарова попала под плотный зенитный огонь. С окраины села по вертушке отработало десятка-полтора стволов. Больше 30 дырок привез Серега. Пули пробили маслопровод, топливные баки, посекли приборную доску, но главное, одна из них повредила движок, а другая пробила лонжерон. До аэродрома Серега дополз только чудом. Масло текло по остеклению кабины, температура росла. Еще бы минут пять, и точно бы поймали клин. Впрочем, самая худшая судьба от них отвела. Граната, выпущенная из РПГ с крыши дома, срикошетила о кожух пылезащитного устройства и рванула самоликвидатором метрах в ста от фюзеляжа. Главное, обошлись без потерь. И хотя на борту находились 14 человек, пули всех обошли. И только молоденькому лейтенанту одна рикошетом раздробила голень. Не зря говорят, что самые опасные на войне, это первый и последний день. Лейтенанта покалечила в его первый час на войне. Инженеры, осматривавшие восьмерку, только головами качали. Работы теперь как минимум на неделю. И если сам Гусаров к этому случаю отнесся вполне философски, то его штурман явно кленил. Сначала он жадно выкурил целую пачку явы, не куря до этого ни дня. А затем вообще впал в ступор. Молча сидел за столом, не обращая внимания ни на что и не откликаясь на обращение. Понятное дело, что сегодня экипажу дали отдых. Самого Гусарова уже давно след простыл. И Вовка примерно догадывался, где тот может в этот момент находиться. Еще с вечера Гусаров просто бредил Балтикой, которую на Ханкалу почему-то упорно не завозили. Васильев подошел, сел напротив, и Вовка заметил лихорадочный блеск в его глазах. В руках Васильев держал какую-то затрепанную книжицу. Молитвослов разобрал он название. Отыскал чистые стаканы. Плеснул в них водку. Давай, за здоровье. Нее, протянул Васильев, не буду. Я теперь вообще больше не пью. Ты кончай грузиться. Вовка озабоченно нахмурился. Бывает, все мы дырки привозили. Мы, в конце концов, военные летчики, а не армия спасения. Конечно, не по шерсти, когда видишь, как по тебе бьют. И привыкнуть к этому нельзя. Все боятся, командующий, или тихо. Но и впадать в ступор нельзя. Прошло уже. Все. Выпей и забудь. Андрей непокорно сверкнул глазами. Сжал в руках томик молитвослова, как портбилет перед голосованием. Магомедыч, ты в Бога веришь? А то как же? Вот, смотри, Вовка вытащил из-за пазухи крестик на тесемке. Перед командировкой жена отвела меня в церковь. Крестила. Так что я теперь православный татарин. И же еси не небеси. Но водку на земле пью. Через час Васильев заплетающимся языком объяснял, рубя ладонью воздух. И понимаешь, я же его рожу вижу. Пасть оскаленную, глаза выпученные. Вижу, как затвор у него дергается вперед-назад. Как пламя ствол закрывает. И он, сука, по мне лупит. Понимаешь? По мне. Я Сереге кричу, бей. А он все тянет и тянет. И так целую вечность. Затвор дергается. Вспышки. Дырки в стекле. А Серега все не стреляет. Сам Вовка слушал этот словесный поток уже в полудреме. Ему было хорошо и спокойно. Выговаривается Васильев. Водку выпил. Значит, в себя приходит. Главное, в себе это не держать. Снять с души. У медиков ступор, кажется, шоком называется. И его также клинило в свое время. В прошлую Чечню, когда впервые его Восьмерка сошлась в дуэли с Чечиковской Зеушкой. Тогда все решали мгновение. Восьмерка с десантурой на борту завернула за угол склона, выходя в район десантирования. И там буквально наскочила на Дудаевскую Зеушку, развернувшуюся на скальном балконе. Отвернуть уйти было нельзя. Слева и снизу гребень скалы, развернуться вправо, но это значит подставиться под огонь в упор, а с такого расстояния не было ни одного шанса уцелеть. И он инстинктивно, буквально на пятке, развернулся и, резко накренив восьмерку, поймал в прицел зенитку. Он еще успел увидеть, как лихорадочно крутит баранку наводки чеченский наводчик, ловя его самого в паутину прицела. Он увидел, как напрягся дух, как его нога потянулась к педали спуска, и в этот момент он надавил на гашетку Нурсов. А потом, дав максимальный газ, рванул ручку управления на себя. Близкий разрыв подбросил вертолет, и он, уже едва увернувшись от скалы, скользнул в спасительную чашу долины. А потом, на аэродроме, он вот так же курил одну сигарету за одной и цедил сквозь зубы обжигающий спирт, универсальный русский антишок. Сколько с тех пор было таких вот дуэлей, сколько раз по прилету техники считали дырки в фюзеляже. Вообще с каждым годом мужиков из старой гвардии остается все меньше и меньше. Из тех, кто прошел Афган, летал в Африке, кто помнит времена Союза, это уже все больше командиры полков, командующие. Редко кто в Камэсках задержался. А вот Салимов так в замполитах и остался. Ну не тянет его командирствовать, не тот характер. Ему нравится с людьми работать, быть среди них. И летать, где только он не летал. Работал с космонавтами. Разыскивал приземлившиеся экипажи. Потом занесло его в Африку, в Анголу. Потом была первая чеченская война. Командировка в Таджикистан. И вот теперь он третий месяц здесь. Новую власть Салимов недолюбливает. А за что ее любить? Ну, к примеру, какому кремлевскому остолопу взбрело в голову заменить слово «замполит» каким-то детсадовским воспитатель? Принципиально Салимов не выбросил и свой портбилет. «Я советский человек», — говорит он о себе. «И меня уже не переделаешь». Правда, в полученном им от Министерства обороны коттедже на Смоленщине он больше склонился к буржуазной роскоши. Своими руками выстроил в подвале отличную баню и выкопал бассейн. К обеду вернулся Серега Гусаров. Да не один, а с двумя журналистами. Усадил их за стол. Из парашютной сумки на стол извлекли целую батарею Балтики. «Знакомься, Володя, это журналисты, наши ребята». Салимов к журналистам относился вполне добродушно, но настороженно. Но когда выяснил, что ребята свои из русского дома расслабился, свои гадость не напишут. Это не НТВ. Гусаров, конечно, хитрюга. Пиво покупали гости. Что такое вертолет? Грозно спросил Серега у захмелевших репортеров. Представьте себе карандаш. На его кончик насажен огурец, и этот огурец крутится. Это и есть вертолет. Самый странный и удивительный летательный аппарат из всех созданных человеком. Он противоречит всем нормальным законам авиатехники. Вот центр тяжести. В вертолете он находится над головой летчика. То есть вертушка. Система абсолютно нестабильная. Она устойчиво держится в воздухе исключительно за счет автоматики. Лица журналистов с каждой фразой все более суровили, и по всему было видно, что желание летать на нестабильном аппарате у них резко поубавилось. А мы на нем не просто летаем по прямой. Мы воюем, людей возим. Это же самое близкое пехоте оружие. Вертолет это солдат современной войны. Я вчера 32 дырки привез, а ласточка вытянула, выдержала. Умница, а не машина. Серегу понесло. Расходились за полночь. Журналисты, счастливые своим ощущением причастности, как пишут в газетах, к героическому летному труду. Изрядно расслабленные, обнимались, долго писали на визитках телефоны, звали в гости. Гусаров их тоже звал полетать с ним, когда его ласточку починят. Когда Салимов с Гусаровым вернулись в казарму, стол уже был пуст и застелен вместо скатерти чистой простыней. Выходной закончился. С десантом пойдет пара Салимова. Ее прикроет пара Кайданова. Район падения сушки предположительно вот этот склон. Командир остро заточенным карандашом очертил кружок на карте. Летчик на связь вышел один раз сразу после приземления. Доложил, что жив и отходит от места приземления. И тут же отключил связь. Боится быть запеленгованным. ПССовский вертолет был подбит и сел вот здесь. И карандаш вновь вывел небольшой овал на карте. Ведут бой в окружении. Погода в районе падения. СМУ, нижний край 100. Быть готовыми к встрече с Чичими. Сушку предположительно сбил ПЗРК. Разведка докладывает о том, что в этом районе у Чичи действует до пяти ЗУшек. Поэтому головы не терять. Любая работа только с противозенитным маневром. Все. На взлет. Летчики бегом бросились к машинам. Взвыли движки. Захлопали. Набирая скорость. Сливаясь в мерцающие диски лопасти. Сорок минут назад летчик Су-25, работавший в предгорье, успел передать, что самолет подбит и падает. А еще через полчаса была подбита вертушка с поисково-спасательной группой, вылетевшей на поиск сбитого пилота. И вот теперь группа вылетала на эвакуацию сбитых ребят. Десантники в салоне Хмура и сосредоточенно готовились к бою. Подтягивали ремни разгрузок, навинчивали запалы на запасные гранаты, топили в стаканах подствольников заточенные цилиндры гранат. Боевики отлично понимают, что русские не бросят своих, что за ними прилетит подмога. А это значит, что группу может ждать новая засада. Возможно, еще более мощная и изощренная. И готовым надо быть ко всему. Салимов отжал рычаг общего шага и мягко отдал ручку управления от себя. Тотчас земля стремительно ухнула вниз, а затем, наползая на остекление вертолета, заскользила под фюзеляж. Справа в пеленге пристроился ведомый едва Ми-8, словно взявшие след гончие. Они, уставившись кабинами в землю, рванулись к синеющим вдали горам. Над ними чуть в стороне прошелестели винтами двадцать четверки звена прикрытия. Терский хребет проскочили горкой на крейсерской скорости, и вот уже внизу промелькнула широкая серебристая лента терека. Еще несколько минут полета, и вертушки перемахнули невидимую линию фронта. Теперь под ними лежала чужая, враждебная земля. Тотчас восьмерки зарыскали, змейкой уклоняясь от прицелов, не давая сосредоточиться, просчитать маршрут, ударить на упреждение. Входим в район поиска. Доложил штурман. Чеченский стрелок был опытным бойцом. Зная опасность вертушки в передней полусфере, он хладнокровно пропустил ведущего, подождал, пока над ним пролетит ведомый и, лишь когда увидел его хвост, заставил зенитку ожить. Лесистый склон горы вновь коротко вспух огнем. И совсем рядом с кабиной Салимова прошел сноб золотистых смертельно опасных колосьев. Но второй раз выстрелить за ушки Салимов не дал. Заложив крутой вираж, он буквально на долю секунды поймал в прицел оседающую над Чечиковской позицией пыль, а уже через мгновение полтора десятка начиненных взрывчаткой реактивных дротиков неслись к чеченской засаде. Отворачивая в сторону в противозенитном маневре, он успел заметить, как вздыбилась под разрывами Нурсов земля, как взметнулись в небо камни, какие-то искореженные железки и куски досок. Больше зенитка не стреляла. Но Салимова занимала совсем другое. Заложив крутой вираж, он пытался обнаружить место падения вертолета. Есть, вот он. На склоне лесистого холма глаза выхватили знакомый силуэт, лежащий на боку восьмерки. Вокруг нее за камнями жались десантники. Отстреливались, переползали. Увидел он и боевиков, которые перебегали, перекатывались, подползали к десантникам, стремясь как можно быстрее подойти на расстояние, делавшие вертолеты бессильными. Сто сорок седьмой, отсекай духов. Бросил он командиру звена прикрытия, но тот уже и сам увидел боевиков. Пара крокодилов легла на боевой курс, из пилонов к земле потянулись дымные розчеркинурсов. Наблюдаю выдвижение большого отряда в вашу сторону, услышал он в наушниках доклад ведущего второй пары прикрытия. Предположительно до ста человек. Начинаю работу. Да, боевики явно подготовились к встрече поисково-спасательной группы. Необходимо было срочно принимать решение. Внизу, на склоне горы, дрались в окружении десантники и экипаж сбитого вертолета. С каждой минутой их положение становилось все более тяжелым. К боевикам подходило подкрепление. Еще полчаса и все будет закончено. В таком неравном бою чудес не бывает. И здесь на вираже он заметил небольшую проплешину, низину выше по склону. Если зайти от реки, то можно сесть. 147-й, прикрой меня, сажусь на площадку выше 100 по склону от Валеры. Понял тебя, Володя. Работаю. От реки он снизился до бреющего полета. Раскочил над самыми верхушками деревьев, разгоняя их в стороны ураганом винта. Он видел, как разбегаются под ним в стороны боевики, как залегают, открывают огонь. Но это его уже не интересовало. Наконец вертушка выскочила над прогалом в лесу, небольшой полянкой, в которую машина если и поместится, то только чудом. И он его сделал. Вертолет точно впечатался пневматиками в центр поляны. Взметнулись ввысь срезанные лопастями ветви кустарника, не вписавшегося в радиус винта. И тотчас в распахнутую дверь посыпались на землю десантники, пригибаясь к земле, разбегались в стороны, занимали оборону. Вот они достигли края поляны, вот исчезли в лесу. Время, кажется, остановилось. Только рев движка, мечущаяся под лопастями трава и бесконечное ожидание. Неожиданно глаза уловили странное движение в верхушках деревьев. Их ветви, словно срезанные невидимой косой, падали и тут же, подхваченные ветром, уносились прочь. Пули. Сообразил он. Чичи пытаются достать, но снизу вертушка прикрыта склоном, и пули только секут вершины. Сверху, набреющим, упруго простригла воздух восьмерка. Слух уловил знакомый треск пулемета. Ведомый дрался, сдерживал натиск боевиков. Наконец из леса на поляну выскочили десантники. На руках тащили раненых. Подбежали к борту, грубо, торопливо забросили их внутрь и вновь бросились к лесу. А навстречу им из леса к вертушке уже бежали, пригибаясь от ветра. Знакомые фигурки в летных кожанках. Экипаж Кристофорова. Живые. 143-й сбит. Наблюдаю падение и взрыв. Обжег слух доклад ведущего второй поры прикрытия. Сергиенко сбили. Это чертово предгорье забрало еще один вертолет. Даже сквозь гул движков он слышал, что треск очередей приближается. Неожиданно с треском лопнуло зеркало, его осколки брызнули в форточку, и прямо в центре зеркала держателя появилась круглая дырка. Нащупали. Следующая пуля прошила борт у левой ноги и, высверлив ровную дырку в стойке кресла, ушла куда-то за спину в салон. На краю поляны вновь появились фигуры десантников. Они бежали к машине, но даже на бегу то и дело оборачивались к лесу, замирали, вскидывали оружие и полосовали очередями кусты. И в этом их отступлении была какая-то особая, выработанная войной слаженность, ритм. Пока одни перебегали от опушки к борту, другие прикрывали их огнем. Потом сами откатывались под прикрытием очередей товарищей. Володя, ты как? Услышал он голос ведомого. Собираю людей. Скоро буду взлетать. Что у тебя? Наседают. Дырявит как шумовку. Володя, побыстрее. Чичи совсем близко от тебя. Повторяю. Чичи Сов. Голос ведущего вдруг оборвался. Очередная пуля разбила станцию. А за спиной уже гремели в салоне карабкающиеся туда десантники. Он почувствовал, как осела под их весом вертушка. За бортом мимо кабины, к дверям, на руках протащили солдатика с залитым кровью лицом, потом еще кого-то на плащ-палатке. Неожиданно он почувствовал, как что-то зло и сильно куснуло левое запястье. Инстинктивно отдернул руку, поднес ладонь к лицу. В запястье впился развороченный, распоротый корпус от часов. Пуля попала в циферблат и, срикошетив, вмялась в приборную доску. Все, командир. Все на борту. Взлетаем. Услышал он сквозь рев движков крик борттехника над собой. Точно все? Сколько человек? Все. Даже двухсотых вытащили. Тридцать один человек. С нами тридцать три. Обожгло сознание. А максимальный допуск — двадцать. Перегруз почти в два раза. Но времени на размышления уже не оставалось. В салоне загрохотали автоматы десантников, бивших по опушке. Счет шел на секунды. И отжав вверх до максимала руды, рычаги управления двигателями, он поймал знакомый миг подхвата, когда пришпоренная форсажной мощью вертушка буквально вздыбилась, потянул рычаг общего шага на себя, плавно отдавая ручку, гася правой педалью поворотный инстинкт винта. Давай, родимая. Тяни, голубушка. Восьмерка пошла крупной дрожью, пытаясь изо всех своих стальных и реактивных сил выполнить волю человека. И она смогла. На полном запределе сил и мощи колеса вырвались из жирного чернозема склона. И, рубя винтом верхушки деревьев, ломая ветки балками подвески, вертушка буквально проломилась сквозь чащу в небо. «Ух ты моя хорошая!» «Миленька ты моя!» Почти кричал он, выдавливая из души, из сердца страшное напряжение прошедших минут, пробив облака, к нему пристроился ведомый, жив колька. Радость теплом окатила сердце, но вид у них обоих был не лучший. Связь разбита, половина приборов не действует, тут и там из обшивки торчат заусеницы пробоин. За Кузнецовым к тому же тянулся легкий копотный след, но главное – живы. Теперь только бы побыстрее терек перевалить. За тереком копоть за Кузнецовым стало гуще. Салимов то и дело озабоченно оглядывался на ведомого. Дотянет ли? Неожиданно далеко внизу замелькали характерные бруски боевой техники и зеленые квадраты палаток – наши. И вертушка Кузнецова тут же начала снижаться. Значит, здорово его зацепили. Понял Вовка. Пошел на вынужденную. Но проводить его до земли он уже не мог. Топлива хватало точно до Моздокской полосы. Уже на земле, заглушив движки, он вдруг вспомнил о времени. Сколько же мы там просидели? Спросил он штурманца. Двадцать две минуты, Магомедыч. Двадцать две минуты. Вечером Вовку вызвали на доклад Кенгыша. Квашнин захотел лично увидеть летчика, вытащившего группу буквально с того света. И Салимов подчеркнуто корректно и спокойно докладывал обстоятельства вылета. Вышли в район падения. Обнаружили визуально. Снизился высадил десант. Принял решение ждать. И хотя острое обоняние давно уже равнодушного к алкоголю НГШ улавливало характерное амбре лучшего русского антишока. Грозный и непримиримый к этой слабости Квашнин словно бы и не замечал замасленившихся веселых глаз Вовки. На вертолете Салимова насчитали сорок две пробоины. У Кузнецова шестьдесят четыре. Он сел на вынужденную в мотострелковом полку у Червленой. Услужливо подсказал НГШ командующий авиацией группировки. Представляйте к герою. Поротко подытожил Квашнин. Завтра же представление мне на стол. Спасибо тебе, майор. Огромное человеческое спасибо. Бородатый чиновник, один из тех, что часто мелькает по телевидению за спиной президента, долго и въедливо расспрашивал об обстоятельствах полета, что-то записывал, внимательно вчитывался в анкету и представление. Наконец поднял голову. Ну что ж, мне кажется, что вы вполне достойны высокого звания Героя России. В ближайшие дни ваши документы будут на столе у президента. Может быть, вы хотите что-то уточнить, узнать? Хочу. Брови Рыжебородова удивленно вскинулись. Я не один был в воздухе. Меня прикрывал мой ведомый, капитан Кузнецов. Без него бы ничего не получилось. Погибли бы все. Считаю, что он безусловно заслужил звание Героя. И дать одному мне звезду будет несправедливо. Рыжебородый аккуратно закрыл папку с документами Салимова. Странно. Каждый второй из тех, кого представляют к званию Героя и с кем мы беседуем, почему-то просит еще за кого-то. Что же тут странного? Вздохнул Салимов. Война на всех одна и один в поле не воин. Генерал. Писать о генерал-полковнике Виталии Егоровиче Павлове трудно. Трудно потому, что масштаб его личности, его мощь требуют очень точных слов. Слов, чуждых экзальтации, восторгов, но вместе с тем понятных и значимых потому, что вся жизнь генерала Павлова – это яркая вспышка, полет, подвиг. За спиной 37 лет службы, две войны – афганская и чеченская. И на каждое его имя было легендарным, в каждую он вписал свою страницу. В Афганистане полковник Павлов – один из лучших командиров полков, лично совершивший 670 боевых вылетов, потерявший за полтора года боев всего три вертолета, удостоенный за эту войну звания Героя Советского Союза. В Чечне генерал-полковник Павлов, командующий авиацией сухопутных войск, когда того требовала обстановка, сам поднимал вертолет в небо и пробивался сквозь густую облачность и горы к передовым батальонам, вывозил раненых. У вертолетчиков его фамилия также легендарна, как фамилия Маргелов у десантников или варенников у пехотинцев. Среди развала и тлена, в который медленно погружается Россия, уже нет опоры на казавшиеся незыблемыми столпы государства, армию, госбезопасность, милицию, суд. Все обветшало, все до трухлявости источено челюстями разрушителей. И только некоторые люди, личности противостоят этим термитам, сохраняют и сберегают то немногое, что еще осталось. На этом сопротивлении держится сегодня Россия. Именно эти люди герои нашего времени. Генерал-полковник Виталий Павлов один из них. Первым самолетом, который он увидел в своей жизни, был кукурузник по два, пролетавший изредка над его городком Трубчевском, что на Брянщине. Было ему тогда что-то около пяти лет. А вот поезд вблизи он увидел только в шестнадцать, когда отправился на нем к брату под Куйбышев устраиваться на завод. Так что с авиацией я познакомился раньше всего, шутит он теперь. Потом был завод. Школа рабочей молодежи, в которой закончил десятилетку. Походы к аэродрому «Звезда» Сызранникова летного училища. Интерес к авиации, увлечения и, наконец, решение поступать на летчика. Их курс был первым, кого набрали и обучали по программе вертолетчиков. До этого все начинали с самолетов. Вертолет тогда был чем-то очень экзотическим и пугающим, как летающая тарелка. Только-только в серию пошли самые первые советские образцы Ми-1, Ми-4. Самолетчики сторонились нового летающего детища, называя его «летающим огурцом на карандаше». Поэтому долгое время отношение к вертолету в нашей армии было, мягко говоря, прохладным. Даже вертолетные училища долгое время приравнивались к среднеспециальным. Все в корне изменилось после Корейской войны, где американцы массово применяли вертолеты для перевозки грузов в труднодоступную местность, высадки десантов, эвакуации раненых и попавших в окружение. Именно там впервые проявилось главное преимущество вертолета – возможность летать в труднодоступной местности, взлетать и садиться на любые клочки поверхности. После Корейской войны нашим командованием были сделаны соответствующие выводы и в советской армии появились вертолетные эскадрильи. А после арабо-израильских войн – вертолеты огневой поддержки. Сегодня на поле вертолет – такая же привычная боевая техника, как танк или самоходка. В тылу огромные Ми-26 способны в чреве перевозить до роты пехоты и по паре БМП, а лошадки Ми-8 за ночь перебрасывают к передовой целые полки. Вертолеты – это кавалерия современной армии. После окончания училища лейтенанта Павлова оставили летчиком-инструктором. И до 1972 года он обучал курсантов, готовил вертолетчиков, закончил заочно высшее военное училище. И в 1973-м поступил в Академию имени Гагарина. Потом была служба в Закарпатье. Там он впервые вылетел ночью на спасение людей. Разлившаяся река Стрый затопила карьер, в котором велись работы, и посреди бурлящего озера на пятачке полтора на двадцать метров оказались отрезанными от суши четырнадцать человек. Вода прибывала. По тревоге подняли военных вертолетчиков. Ночью в дождь, в сильный боковой ветер Павлов сумел снизиться и упереться передней ногой, как говорят вертолетчики, в крае островка. Не выключая двигателей, замереть в нескольких сантиметрах над водой и втащить на борт всех, кто был на острове. Спустя несколько минут после взлета остров скрылся под ледяной бурлящей водой. Генерал курит, задумчиво глядя куда-то за окно, за стеклом на белую замерзшую реку, на стрельчатые опоры парковых аттракционов густо сыплет снег, нависает тяжелыми белыми шапками, заметает, забеливает. И в его мельтешении генералу вдруг чудятся белые, выжженные солнцем склоны гор, мелькающие за стеклом кабины, прилепившиеся друг к другу, как ласточкины гнезда, дувалы, матовый упругий диск вращающихся лопастей. И память вновь уносит генерала сквозь годы в далекую азиатскую страну, где по утрам надрывно кричали муэдзины, сзывая правоверных к намазу, где вертушки почти царапались брюхами о вершины гендукуша, перебираясь через его перевалы и гребни, где зеленка могла в любой момент огрызнуться жалящей очередью Дэшака или беспощадным стингером. Он навсегда запомнил свой первый боевой вылет. Информатор сообщил, что за дувалом на окраине одного из кишлаков находятся вернувшиеся с гор на отдых два брата, влиятельные полевые командиры местных душманских банд. На штурмовку взлетели три пары Ми-8. Ведущим первый был он, тогда командир полка, полковник, до цели чуть больше 60 километров. В кишлаку группа подлетела как раз в самую послеобеденную жару, когда все живое, спрятавшись от солнца в спасительную тень и прохладу, придавалось отдыху. Быстро сориентировался, отыскал глазами указанный агентом дувал и, резко снизившись, зашел на цель. Восьмерка стремительно скользила над землей, выходя на рубеж пуска Нурсов. Дувал, за которым находились душманы, увеличивался, наползал на блистер. Уже стал различим часовой на крыше, верный признак точности информации. Пальцы легли на кнопку пуска ракет, как вдруг глаза выхватили рядом с часовым маленькую фигурку в пестром ярком халате. Девочку лет десяти. Рубеж пуска. Часовой, только сейчас заметивший вынырнувшие из-за холмов вертушки, заметался. Надо бить. Но девочка. Часовой подскочил к ней и, подхватив ее подмышки, буквально скинул с глиняной крыши строение. Можно бить. Но взрывная волна осколки. И тогда он принял решение. Короткая команда второй паре. А его пара стремительно проскочила над целью, не открывая огня, давая ребенку время отбежать на спасительное расстояние. А через несколько мгновений по дувалу ударили Нурсы второй пары. Разворачиваясь, заходя вновь на цель, он поймал краем глаза знакомый пестрый халатик, мелькавший в поле, далеко от места штурмовки. Жива. Успел еще подумать он, а потом сознание привычно отсекло лишние мысли, сосредоточившись на боевой работе. Залп Нурсов лег точно в уже обрушенный второй парой дувал. Третья пара сравняла его с землей, разметав руины мощными бомбами. И еще одна деталь поразила его в том полете. Выходя из атаки, он заметил мужчину и женщину, дихкан, махавших кетменями в поле буквально в двухстах метрах от места боя. Они словно не замечали и не слышали ничего вокруг, однообразно вырубая кетменями пласты рыжей сухой земли. Потом были сотни вылетов, штурмовок, эвакуаций, десантирований. Но еще много месяцев ему снилась та белая глиняная крыша, часовой и девочка в пестром халате в прицеле Нурсов. Может быть, в тот день кто-то там, на небесах, хотел испытать Виталия Павлова, проверить его духовную прочность. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что нам нечего было делать в Афганистане, клеймить, называя наших солдаток купантами и захватчиками, рассказывать сахаровские ужастики о том, как наши вертолетчики расстреливали своих окруженных солдат, чтобы те не попали в плен. Но все это мгновенно становится дешевой ложью перед простой и ясной правдой вертолетчика, отвернувшего в сторону от цели только потому, что на линии стрельбы оказался ребенок. Для него афганская война осталась в памяти странной смесью солнца, неба, огня, боли, подвига и дихкан, однообразно и безразлично махавших кетминими в двухстах метрах от войны. Непостижим восток, прогоревшая почти до фильтра сигарета обжигает пальцы, и генерал, поморщившись, давит ее в пепельнице. В телевизоре неожиданно возникает знакомый бородатый человек в пуштунке, шерстяной шапке, Ахмад Шахмасуд, пандширским тигром называли его афганцы. Он был, пожалуй, самым грозным нашим противником, умелым, хитрым, жестким. Прошло уже 10 лет с того дня, как мы ушли из Афганистана, но мира Ахмад Шах так и не получил. Отряды движения «Талибан» теснят постаревшего тигра, загоняют все дальше в его родовое логово, пандширское ущелье, огромную неприступную крепость. Телеэкран крупно показывает его лицо, и генерал смотрит в глаза своего бывшего противника. Глубокие морщины, тяжелый взгляд. Устал Массуд? Устал. Генерал ловит себя на мысли, что с сочувствием смотрит на бывшего врага. О чем думает сейчас Массуд? Озабочен ли он тем, как провести через район, занятый талибами, караваны с боеприпасами, или тем, где достать хлеб и масло для своей запертой в ущелье армии? А может быть, разговаривая с русским корреспондентом, Массуд гонит от себя горькую мысль, что зря он воевал против Шурави, зря слушался лукавых пакистанских генералов и американских инструкторов, зря видел в русских врагов ислама. Ведь они ушли, но на смену им пришли безжалостные средневековые фанатики, для которых он, Массуд, всю жизнь воевавший против неверных, сам кафир неверный, и с этими уже не договоришься, как с русскими, не заключишь мир, и эти не строят школы, больницы, электростанции, не раздают муку, соль, сахар, лекарства, а только режут, грабят, вешают, и все во имя Аллаха, под знаменем пророка. Так кто же тогда настоящий враг его земли? Генерал смотрит в глаза своего бывшего врага, неуверенность, страх перед будущим видит он в них, устал пандширский тигр, постарел, двадцатилетняя война тяжелым грузом давит на плечи и душу, и во имя чего, генерал с сочувствием смотрит на Ахмат Шаха, но нет в нем жалости к нему, каждый платит по своим счетам. 17 мая 82-го, черный день в его афганском календаре, в тот день началась войсковая операция по очистке пандширского ущелья от банд Ахмат Шаха, долгие переговоры с Массудом зашли в тупик, его отряды вели активные боевые действия против наших войск и местных органов власти, каждый день приносил сообщения о новых нападениях и засадах, и потому было принято решение разгромить основные базы Массуда, в тот день вертолетный полк высаживал на склоны ущелья десантные группы, ведущим первой поры, как всегда, был 025-й, командир полка Павлов, площадка высадки, за борт горохом посыпались десантники, стали разбегаться в стороны, занимать оборону, саперы быстро разворачивали миноискатели, скручивали щупы, после того, как последний десантник прыгнул за борт, вертушки резко оторвались от земли и ушли в небо, а на их место уже заходила вторая пара, и здесь с вершины горы почти в упор ударил душманский дошака, командир экипажа был убит на месте, раненый штурман еще попытался выровнять машину, посадить ее, но следующая очередь сразила и его, вертолет рухнул на скалы и взорвался, его ведомый замполит эскадрилья майор Садахин резко снизился, высадил десант ниже по склону горы и, взлетев, бросился на выручку ведущему, вертолет и дошака сошлись в дуэли, вертолетчики еще не знали, что Массуд долго готовился к обороне, не знали о замурованных в бетон и скалы пулеметных гнездах, о выезжающих на платформах из тоннелей турельных установках спаренных дошака, о десятках других ловушек и заграждений, залп Нурсов накрыл духовский дошака, Садахин начал разворачиваться, чтобы сесть возле упавшего командира, но тут сбоку, почти в упор ударила замаскированная Зеушка, Садахин был убит, машина загорелась, но штурман смог отвернуть ее в сторону и посадить на склон, потом он вытащил из горящей машины борттехника, бросился вытаскивать тело командира, и в этот момент вертолет взорвался, это была тяжелая потеря, в бою погибло все командование одной из эскадрильей, командир, замполит, начальник штаба и летевший с ними штурман армии, сгорели сразу две машины, особенно тяжело было потому, что в его полку это была первая потеря за 11 месяцев боев, а еще через несколько дней на офицерском собрании было решено обратиться к командованию с ходатайством не назначать никого на место павшего в бою замполита, героически бросившегося на выручку товарищей, чтобы его место в строю было всегда свободно, командование удовлетворило эту просьбу летчиков, отказался от эвакуации в союз, и штурман, раненый, при взрыве вертолета, он сбежал из госпиталя в полк, вообще за годы службы генерал Павлов пришел к твердому убеждению, что военная слава, доблесть, награды любого командира или начальника принадлежат прежде всего его подчиненным, солдатам и офицерам, героически выполнявшим свой долг, шедшим в огонь и на смерть за други своя, за родину, за командира, и потому у него особое отношение к звезде героя, которой он был награжден через три месяца после возвращения из Афганистана, говоря о ней, думая о ней, он всегда вспоминает своих летчиков, техников, механиков, это и их награда, их заслуга, скупые записи из журнала боевых действий, мая 1982 года, заместитель командира полка подполковник Карпов заменил раненых борттехника и штурмана-оператора заместитель командира эскадрильи майор Сурцуков за день сменил три из решеченных пулями вертолета, его ведомый старший лейтенант Наумов, 4, группа во главе с майором Жуковым под огнем мятежников восстановила два вертолета, 19 мая 1982 года капитан Кабдулин, подперев носовым колесом вершину горы, завис на высоте 2800 метров, забрал раненых и погибших, свалил вертолет в пропасть и, выровнявшись, ушел из-под обстрела. За время операции полком произведено 5460 вылетов, уничтожено 214 огневых точек, 377 опорных пунктов, 33 лагеря, 54 каравана. Из 26 летчиков, награжденных за Афганистан званиями Героев Советского Союза, 19 вертолетчиков. Это высшая и самая точная оценка действий и значения вертолетчиков на той войне. К сожалению, теперь на всю огромную Россию осталось всего четверть от былой численности вертолетных полков. Спустя 10 лет после войны в войсках остались служить только шесть героев, из них трое. Генерал Ачиров, полковник Райлин, полковник Филипченко у генерала Павлова. Соотношение по вертолетам между США и Россией, 6 к 1, а между НАТО и Россией, 10 к 1, могло быть и еще большим, если бы не огромные усилия генерала Павлова и его штаба, которые в буквальном смысле слова воевали за каждый полк, за каждую эскадрилью. А ведь вертолеты – это будущее сухопутных войск, без них сейчас невозможно вести успешные боевые действия. Военные доктрины всех развитых стран стремятся к тому, чтобы на каждый пехотный взвод приходилось по боевому или транспортному вертолету. В обычной пехотной дивизии США численность винтокрылых машин переваливает за сотню, а у нас даже штатные дивизионные эскадрильи существуют только на бумаге. Денег на новые вертолеты нет, и потому все разработки Милевского и Комовского КБ, скорее всего, так и останутся экспериментальными образцами. Даже на ремонт и модернизацию штатных машин деньги приходится собирать по крупицам и растягивать этот процесс на месяцы. Наборы в вертолетные училища сокращены до минимума, из трех училищ осталось одно. Смутные времена. Рука опять тянется к сигаретной пачке, но та уже пуста. Надо бы бросать курить. Он, было дело, бросил. В октябре 94-го, а потом началась Чеченская война. 10 января с утра был плотный туман, а в грозном у вертолетной площадки тяжелораненые ждут эвакуации. Он принял решение лететь. Шел по железнодорожным столбам. Видимость, 7 столбов. Чуть больше 300 метров, нижний край метров 20. Дошел, сел. У площадки буквально в грязи лежат раненые. Все мокрые, замерзшие, в крови. Где-то совсем близко, впереди бой. Чтобы не морозить, ребят выключил движки и сам пошел помогать загружать. Последним поднесли на носилках старшего лейтенанта. Рука оторвана по плечо. Кране примотана бинтами. Обычная солдатская подушка. Пока заносили, поддерживал его под спину, чтобы не упал с носилок. Вытащил руку, вся в крови. Сел в кресло, попросил у штурмана полить на руку водой из фляжки, смыть кровь. Извините, Виктор Егорович все раненым отдал. Ни капли нет. Взлетели. Опять по столбам, почти вслепую. Наконец сели в моздоке. Попытался разжать ладонь, отпустить ручку управления, не получается. Кровь присохла к ее рубчатой поверхности. Пришлось буквально отрывать. Оторвал, а раскрыть все равно не получается. Кровь в складках засохла, не дает. Вылез из вертолета и там же, на бетонке, закурил. Рассказывает Анатолий Сурцуков. Эта музыка будет вечной. Я хорошо помню день, когда мне пришлось выбирать судьбу. Мне было тогда 15. Так уж вышло, что от рождения достался мне идеальный музыкальный слух. Это было, так сказать, наследственное. Мой старший брат к этому моменту уже учился в консерватории. И потому кем быть вопрос не стоял. Конечно, музыкантам. Я с отличием окончил музыкальную школу по классу баяна и готовился к поступлению в училище. Репетировал программу. Но второй моей страстью была авиация. Я перечитал все книги, какие смог найти в городской библиотеке. Постоянно крутился возле аэродрома. Мечтал побывать на авиазаводе, где работал мой отец. И я очень хорошо помню тот момент, когда прямо посреди репетиции вдруг осознал, что вот сейчас я должен выбирать или музыка, или небо. И я понял, что больше всего в жизни хочу быть летчиком. Как ни странно, но это мое решение поддержал отец. Но легко сказать решил быть летчиком. Первые экзамены в училище гражданской авиации я провалил по наивности. Прочел, что экзамен по математике будет устным. Готовился докладывать теоремы, правила, а меня вдруг вызвали решать задачу. Растерялся, запутался. Уже после экзамена по памяти вспомнил задачку. Решил за пять минут, но поезд уже ушел. Потом попытался поступать в авиационный техникум. Опять не получилось, но это даже и хорошо. Я только потом узнал, что название авиационный не значит летающий. В нем готовили инженерно-технический состав. Тогда мой отец, посмотрев на все мои мытарства, мудро сказал, что ж, придется тебе идти в вертолетчики. Поступил на работу на авиазавод, работали с отцом в соседних цехах, а по вечерам ходил в вертолетный аэроклуб, там я впервые поднялся в небо, а потом судьба пришла ко мне в образе офицера военкомата, который проводил набор на службу в вертолетные части лучших пилотов клуба. Так на мои плечи легли офицерские погоны. Правда, на них было всего по одной звездочке, но главное, что небо наконец стало делом жизни, а музыка? музыка никуда не ушла, играл, выступал в домах офицеров, даже ансамбль, было дело организовал, играли на танцах в военном городке, но было и еще нечто, музыка странным образом слилась с работой, и вертолет стал не просто аппаратом для полетов, а совершенным музыкальным инструментом, в котором слита целая симфония звуков, и у каждого свое значение, я по малейшему полутону могу понять, почувствовать состояние машины, определить отказ еще до того, как на него среагируют приборы, и это дает удивительное чувство единства с вертолетом, наверное, поэтому я уже в 21 год сел в левую чашку командира, хотя тогда стать им, даже в 28, считалось удачей, а в 25 я уже стал командиром звена, самый длинный день, самый тяжелый день, был такой, никогда его не забуду, 17 мая 1982 года, это был первый день пандширской операции, было впервые принято решение всерьез штурмовать это ущелье, до этого лишь однажды в него зашла наша рота и в считанные часы была там почти полностью уничтожена, со всеми отрогами пандшир составлял почти 500-километровый труднодоступный горный район, превращенный в огромную крепость, десятки укрепраинов и фортов, сотни складов и хранилищ, подземные базы, госпитали, тоннели, фактически полная автономность делали пандшир неприступным, под ружьем душманов было более 2000 маджахедов, а ПВО насчитывало около 200 зенитных орудий и пулеметов, для ущелья, где максимальное расстояние между стенками составляло один километр, а в большинстве не превышало и нескольких сотен метров, такая плотность ПВО была исключительной, можно сказать, сплошной. Неудивительно, что маджахеды поклялись, что никогда нога русского солдата не ступит на эту землю. Весне 1982 года уверовавшие в свою неуязвимость душманы стали грозой северных провинций Афганистана. Их отряды действовали уже далеко от базовых районов, постоянно расширяя зону влияния. Тогда и было решено провести большую войсковую операцию по разгрому боевиков в их же логове. Для проведения этой операции на аэродром Баграм была стянута мощнейшая авиационная группировка. Более 100 вертолетов Ми-8 МТ и Ми-24. Фактически сюда перелетели все самые современные вертолеты ограниченного контингента. Кроме них авиационную поддержку осуществляли полки МиГ-21 и Су-17 основных наших штурмовиков в то время. Замысел был следующим. С рассветом 17 мая ствольная артиллерия и грады нанесут удары по позициям боевиков. Затем штурмовая авиация расчистит площадки для высадки десанта и после этого начинается высадка десантов силами армейской авиации на господствующие вершины. После того как десантники возьмут их и подавят основные очаги сопротивления, в ущелье должна будет зайти бронегруппа, которая уже завершит наземный разгром противника. Впервые в отечественной военной истории армейской авиации придавалось такое значение в операции. Общее руководство вертолетчиками возложили на нашего командира полка Виталия Егоровича Павлова. И это тоже был показатель того, как командование оценивало возможности нашего полка, но для нас такая оценка означала только одно, наши вертолеты будут на самом острие удара. Неожиданно для себя я получил задачу возглавить поисково-спасательную группу, которая без необходимости не должна была вступать в бой. Честно скажу, этому назначению я не обрадовался, и даже усмотрел в этом недоверие к себе. Попытался поговорить с Камэском Юрой Грудинкиным, но он только руками развел, мол, так решили при планировании, и переигрывать все за несколько часов до операции уже никто не будет. Ничего, сказал он мне, завтра отработаешь в ПСО, а послезавтра я постараюсь тебя заменить. Это был один из наших последних разговоров. С рассветом операция началась, отработала артиллерия, несут удары штурмовики, наконец в ущелье ворвались вертолетные группы. Одно из ключевых положений в ущелье занимал аул Руха, который был укреплен особенно тщательно. Первую пару Ми-8 вел мой Камэск, на борту восьмерок десант спецназа, который должен был блокировать Руху и начать ее зачистку. По замыслу, вертолеты должны были сесть на западной окраине, но с утра была дымка, которая закрывала район, и пара, начав снижение, проскочила район высадки и оказалась прямо над аулом. В первое мгновение духи растерялись, но уже через несколько секунд открыли огонь. Прямо по пилотской кабине Камэска полоснула очередь Зеушки. Оба летчика были убиты почти мгновенно и вертолет Грудинкина, не снижая скорости, упал на небольшой остров посреди реки ниже аула. Его ведомый замполит эскадрилье Саша Садахин успел проскочить аул и высадить экипаж ниже по склону. Начал взлетать и здесь увидел, как Зеушка, сбившая ведущего, разворачивается на него. Садахин еще успел довернуться и накрыть ее нурсами, но тут почти в упор ударила вторая духовская зенитка. Корпус восьмерки заходил ходуном от ударов снарядов. Фетя Погалов вдруг почувствовал, что ручка управления ослабла, он бросил взгляд на командира, залитый кровью Садахин безжизненно повис на ремнях, кабину сразу заволокло дымом и, чтобы хоть как-то сориентироваться, он открыл блистер кабины, выглянул наружу и увидел, как на вертолет стремительно надвигается склон горы, инстинктивно он потянул ручку вправо, чтобы избежать прямого удара, а уже через мгновение они столкнулись с горой, после удара вертолет покатился вниз по склону и загорелся, каким-то чудом Погалов уцелел и смог прийти в себя до того, как вертолет полностью охватило пламя, он выбрался из кабины и рывком вытянул за собой борт техника Витю Гулина, тот уже горел, еле его загасил, вернулся за Садахиным, но огонь уже охватил всю машину, я находился выше района боя в зоне ожидания, видел, как наша группа зашла в ущелье, но за стенами склона в гор ничего не было видно, только радиообмен помогал ориентироваться в происходящем, слышу, горит, зеленый, так называли вертолеты Ми-8, горит, наблюдаю работу Зеу, отработал по ней, горит, зеленый упал и горит, захожу в ущелье, снижаюсь, пытаюсь визуально обнаружить, где упал наш вертолет, проскочил над самой рухой, духи, видимо, после того, как сбили пару, не ожидали такой наглости и по мне не сделали ни одного выстрела, наконец обнаружил место падения Садахина, подсел, вдруг вижу, рядом садится мой ведомый Юра Наумов, я успел подумать, ты что делаешь, ведь главная задача ведомого прикрывать меня с воздуха, но времени разбираться уже не было, гляжу, ко мне бежит Погалов весь в крови и, как куклу, тащит за собой кого-то в куртке и трусах, подбегает, а это Гулин, одежда на нем сгорела, уцелела только кожаная куртка, она ему жизнь не спасла, мы его затащили в кабину и видим, что носки и перчатки это кожа с кистей рук и ног облезшая от ожогов, а Погалов, как в бреду, одно повторяет, Сашка сгорел, Сашка сгорел, взлетаю, поравнялся с рухой и вдруг мой провак Боря Шевченко кричит, до шака, до шака, это он увидел, как на нас разворачивается духовская зэушка, а я как на ладони, сто скорость, сто высота, идеальная мишень, инстинктивно разворачиваюсь к нему хвостом, чтобы хоть как-то прикрыться, ручку управления от борта до борта, и слышу только, как будто кто-то, как кувалдой, по корпусу бьет, мне до этого было известно выражение смерть в затылок холодом дохнуло, но, думал, так, красивая фраза, но только в этот момент вдруг такой ледяной холод от загривка к затылку пробежал, словно действительно кто-то морозом дохнул, как вырвался, не знаю, на инстинкте, в себя пришел уже на высоте, осмотрелся, все вроде в норме, движки работают, приборы основные тоже, только гляжу, моего ведомого на месте нет, я его по радио запрашиваю, двадцать шестой, двадцать шестой, тишина, один, меня как током обожгло, сбили, округом вертушки носятся, где чья, не разберешь, одни входят в ущелье, другие возвращаются, толкотня в воздухе, я в эфир открытым текстом, ищите двадцать шестого, а сам на точку, раненых отвозить, а на душе кошки скребут, сел в баграме и вдруг смотрю, на стоянку мой родной двадцать шестой заруливает, я к нему, чуть ли не с кулаками, а на умов только рукой машет, посмотрел, а на его восьмерке места живого нет, дыры в кулак, это его так надруха изрешетили, когда я проскочил, и сел он тогда фактически на вынужденную, рация разбита, навигация разбита, двигатель поврежден, топливо самотеком поступало, но только отдышались, команда, сменить вышедшие из строя борта на любые исправные и на взлет за Грудинкиным, при ударе на его борту, оказывается, несколько десантников выжили, покалеченные, побитые смогли покинуть борт, на этот раз проскочили крухи по руслу реки, сначала подсели к месту гибели Садахина, спецназ к этому моменту уже смог его достать, занесли его на брезенте, а затем смотрю, еще кого-то в челме затаскивают, я в пылу не сразу понял, в чем дело, а потом оказалось, что к месту падения Садахина отрухи рванула Тойота с духами пленных брать, и со всего размаха влетела в спецназовскую засаду, всю охрану мгновенно перебили, а одного душмана взяли в плен, и он оказался никем иным, как начальником штаба духов, да еще со всеми документами, в этот момент я второй вертолет увидел, на островке посреди реки, перелетели, сели рядом, часть двухсотых загрузили, ждем, тут ко мне десантник подбегает, мол, пока улетай, не всех еще двухсотых из железа вырубили, а пули кругом просто как пчелы, слышу, опять по корпусу замолотили, я проваку кричу, может быть, развернемся, он ко мне голову повернул, чего, и в ту же секунду пуля, едва не мазнув его по щеке, попадает борт технику, сидящему между нами в челюсть, тот завалился в салон, кровь хлынула, я ведомому, Юра, по мне долбят из зеленки с другого берега, погаси, а он на высоте метров шестьсот, с такой высоты разлет снарядов сто метров, а от меня до духов максимум сто пятьдесят, слышу заход, пустил, про себя считаю раз, два, на пятой зеленка аж закипела от разрывов, ювелирно отработал, эх, Юра, все войны прошел, в таких переделках уцелел, а погиб на земле, в Дагестане под Ботлихом сразу после посадки его восьмерку сожгли птуром с горы, знали, что он квашнина привез, ловили, вернулись в Баграм, осмотрели вертушки, хана, редуктор пробит, несколько лопаток компрессора первой ступени выбито, в ремонт, звоню на КП, а мне командуют, бери пару баграмских, она для тебя уже движки прогревает, и давай за оставшимися, опять прошли по руслу, сели, и вновь десантура не успела всех достать, взлетай, говорят, мы тебе ракету дадим, только ты осторожнее по руслу заходи, тебя там уже второй раз ДШК обстреливает, вот обрадовали, взлетел, нахожусь в зоне ожидания, время идет, топливо уходит, наконец ракета, и здесь меня как заколотило, страх до самого нутра пробил, ну не хочу я опять в это пекло опускаться, не хочу, сколько это продолжалось, не знаю, наверное, пару секунд, оказалась вечность, а потом начал снижение, тут уже инстинкт включился, сел, и началась загрузка, в кабину убитых затаскивают раненых, оружие, боеприпасы, сами спецназовцы лезут, все вперемешку, навалом, перегруз дикий, взлетал, передним колесом по воде чиркал, набрал высоту, меня Павлов запрашивает, всех собрал, докладываю, всех, он опять, всех, отвечаю, всех, сели в баграме, после осмотра и эту вертушку в теч на ремонт потащили, а вечером вернулся на свою точку, захожу в наш модуль, и тут меня как обожгло, одни пустые заправленные койки, мы с Борей одни во всей комнате, остальные кто убит, кто ранен, в эту ночь я так и не уснул, а утром на построении стоим экипажи друг другу в затылок, напротив каждого его группа десанта тоже в колонну по одному, Павлов вышел на середину, помолчал, а потом жестко так, да, потери были тяжелы, но если мы вильнем, струсим, то опозорим память наших павших товарищей, и лучшим нашим салютом им пусть станут залпы наших нурсов по врагу, тяжело, да, тяжело, но задачу мы выполнять будем, и по вертолетам, американцы хвостливо называют высадку с вертолетов четырех тысяч десантников в безлюдной кувейтской пустыне во время войны в заливе уникальной и первой в истории авиации, но еще за девять лет до этого наши вертолетчики всего за четыре дня высадили четыре тысячи восемьсот десантников, причем в сложнейшей горной местности, под плотным огнем ПВО, и это наглядный показатель боевых возможностей наших вертолетов и подготовки наших летчиков, а всего я в Афгане выполнил пятьсот двадцать два боевых вылета и провел в афганском небе шестьсот часов, столбы, кастрюли, террасы, я не уважаю тех, кто летает с психологией шофера, пришел на полеты, откатал программу, вылез из кабины, вышел за ворота аэродрома и забыл о небе, эти люди в авиации случайные, работа летчика это постоянный поиск нового, новых приемов, новых маневров, фигур пилотажа, иногда они становятся результатом долгого поиска, просчета всех возможных вариантов, иногда наоборот экспромта, но всегда за ними глубочайшие знания машины, ее возможностей, сильных и слабых сторон, и, конечно, мастерство летчика, помню, в Афганистане прохожу над ущельем и слышу запрос, я маяк, у меня 10 трех сотых, нуждаюсь в срочной эвакуации, снизился, вижу, на вершине хребта наши, судя по всему, десантники, начал выбирать площадку для приземления, чистый вариант лезвия ножа, так мы называли площадки на острых склонах, были еще кастрюли, когда садишься как бы внутрь каменной кастрюли, столбы, плоскость на вершине, террасы, здесь понятно без объяснений, наконец нашел площадку, только начал садиться, как меня поймал нисходящий поток, ощущение, словами не передать, все на максимале, а машина стремительно просаживается вниз на скалы, стенка прямо перед кабиной, задень лопастями и все, до дна ущелья больше километра, но до него вряд ли что долетит, все размажет по скале, мы просто замерли, пока машина из последних сил боролась с потоком, секунда, вторая, и вдруг поймали восходящий ветер, нас, как мяч баскетбольный, швырнуло вверх, там поймал момент, сбросил шаг винта и плюхнулся прямо на каменное лезвие, нос с одной стороны над пропастью нависает, хвост с другой, движков не выключаю, начали загрузку раненых, но чтобы их ко мне поднять, надо почти по вертикали лезть, одного затащить, целая операция, а их десять, смотрю на топливомир, и кажется, что он, как секундная стрелка, бежит к нулю, а на борту только половина трех сотых, слышу мой ведомый заблажил, все, остаток только до аэродрома дотянуть, дал команду возвращаться, только он ушел, удары по обшивке, бьют из кишлака, что в километре внизу, хоть и не прицельно, но попадают, а десантура только за девятым пошла, вдруг слышу, кто-то меня запрашивает, кто там сидит, двадцать пятый, отвечаю, я над тобой, тебя прикрыть, если сможешь, я ведомого по топливу увел, понял тебя, прикрываем, смотрю, а это пара двадцать четверок, они с БШУ, бомбо-штурмовый удар, возвращались, правда, из боеприпасов только снаряды к пушке оставались, но обстрел прекратился, наконец затащили десятого, надо взлетать, а мощности не хватает, можно, конечно, все выжать из движков, но все равно по-нормальному не взлетишь, мощности на этой высоте не хватит, ну, я прикинул, посчитал в уме и с большим тангажем свалил машину в пропасть, аж дух захватило, пока падал, разгонялся до нужной скорости, а потом виражом в сторону, еще успел напоследок весь боекомплект Нурсов в кишлак вогнать, рассчитался за свои дырки, потом такой взлет с падением в пропасть стал обычным приемом для наших летчиков, вообще Афганистан вывел нашу вертолетную авиацию на качественно новый уровень, до него на вертолетчиков смотрели как на какой-то приданный и даже второстепенный рот войск, Афганистан показал, что вертолеты сегодня являются едва ли не самым основным оружием на поле боя, без вертолетов не проходила ни одна операция, они вели разведку, расчищали дорогу пехоте огнем, высаживали десант, вывозили раненых, спасали от верной смерти, эвакуируя наши подразделения из-под самого носа духов, а сколько Афган дал тактических приемов, новых пилотажных приемов, кавказский пленник, всю первую чеченскую войну меня не оставляло ощущение огромной беды, впервые наше оружие било по нашим российским городам и поселкам, впервые наши солдаты стреляли по людям, в карманах которых лежали паспорта граждан Российской Федерации и гибли от пуль своих же сограждан, при этом армия была просто заложницей, Российские СМИ развернули антиармийский фронт, когда по всем телеканалам на страну рекомелилась антиармийская пропаганда, сегодня война другая, как бы сейчас не изворачивались некоторые СМИ, но сегодняшняя обстановка в Чечне качественно иная, изменилось главное отношение высшего руководства страны, сегодня мы спокойны за свои спины, знаем, что за ними никто с боевиками не договаривается, никто нам в затылок не выстрелит, а потому и результаты уже качественно иные, и хотя до полного разрешения кризиса еще далеко, но есть все предпосылки для этого, армия свою задачу выполнила, теперь дело за политиками и хозяйственниками, ведь по-настоящему война здесь закончится лишь тогда, когда у простых жителей появится возможность зарабатывать на жизнь мирным трудом, как и прошлую чеченскую, так и эту чеченскую войну вертолетчики вынесли на своих плечах, можно много рассказывать о подвигах наших вертолетчиков, о проведенных блестящих операциях, но я бы хотел рассказать о судьбе только одного человека, подполковника Александра Жукова, начальника поисково-спасательной службы СКВО, 30 января 2000 года в Чечне погиб Николай Майданов, его группа высадила десант на горную вершину почти в самый центр укрепрайона боевиков, завязался бой, пользуясь темнотой, десантники отошли в лесной массив и запросили эвакуацию, слишком неравны были силы, утром за ними ушла вертолетная группа, обнаружили наших, но места для посадки не было, и тогда десантников стали поднимать в кабину на лебедке в зависший вертолет, для помощи им вниз спустился Жуков, конечно, боевики обнаружили вертолет и стали подтягиваться к району эвакуации, завязалась перестрелка, и вот, когда внизу оставались всего три человека, солдат-десантник, начальник ПДС полка майор Анатолий Могутнов и Жуков, духи подошли совсем близко, и тогда, чтобы не подставлять под обстрел своих товарищей, Жуков дал команду экипажу уходить, а сам остался, боевики окружили наших и взяли в плен, Жукова притащили к известному своей жестокостью трактористу, Тимир Булатову, тот сразу выхватил кинжал и приставил к горлу полковника, сейчас я тебе башку срежу, если надо, режь, ответил Жуков, поняв, что терять уже нечего, это спокойствие смутило тракториста, он убрал кинжал и приказал обыскать пленного, в кармане нашли удостоверение, выяснили, что перед ними подполковник, это тракториста обрадовала, мы тебя на наших командиров обменяем, заявил он, потом Жукова заставили переодеться в какие-то обноски и бросили в яму, его постоянно охраняли десять боевиков, избивали регулярно, одни били из ненависти, другие просто от скуки, некоторые даже оправдывались, мол, мы бы давно ушли домой, но боимся мести, вскоре отряд тракториста присоединился к банде Гелаева, вот здесь был действительно ад, ближайшее его окружение составляло настоящее зверье, наемники арабы, негры, были даже славяне из дезертировавших в разные годы солдат, которые приняли ислам и теперь служили хозяину не за страх, а за совесть, для гелаевцев пытки, издевательства, зверские убийства были едва ли не главным развлечением, несколько раз Жукову предлагали принять ислам, обещали поблажки, хорошую кормежку, при отказе грозились убить, смог схитрить, мол, зачем вам нужен неискренний мусульманин, человек должен принимать веру свободным, я не хочу быть дешевкой, на время отстали, но однажды его привели к хаттабу, тот только мельком посмотрел и сразу спросил, этот принял ислам, нет, или принимай, или к стенке, тогда он был на волосок от смерти, но неожиданно вмешался сидевший рядом с хаттабом Мулла, он посмотрел на Жукова, этот еще не готов, мы с ним поработаем, потом Жукова склонялись делать заявление, осуждающее войну, действия Путина, и вновь он смог уклониться, я, маленький человек, не мне оценивать решение президента, в конце концов его решили обменять на брата Арби Бараева, дали даже телефон позвонить жене, сказать, что жив, но обмен так и не состоялся, банда Гелаева зашла в Комсомольское и попала в капкан, три дня он сидел в каком-то подвале, ежеминутно ожидая смерти, то ли от своих бомб и снарядов, то ли от руки озверевших от отчаяния боевиков, один раз его послали на переговоры, но он не смог даже отойти от дома, столь плотным был огонь, наконец боевики решили прорываться к окраине, взяв с собой Жукова как заложника, бежали толпой, наши тут же открыли плотный огонь, один боевик упал, другой, третий, наконец пуля попала и в Жукова, рядом упал тяжело раненый охранник по имени Али, Али, не забирай меня с собой, крикнул ему Жуков, извини, ты слишком близко лежишь, прохрипел Али и потянул зубами чеку лимонки, но тут очередная пуля попала ему прямо в лоб, собрав все силы, Жуков бросился из простреливаемого пространства, одна пуля ударила в руку, другая в спину, сразу несколько прошили ноги и он рухнул прямо на берегу реки, еще он успел запомнить, что вода в реке была красная от крови, а все ее берега были завалены трупами, пришел в себя от того, что услышал неподалеку русскую речь, начал кричать звать на помощь, в ответ опять полетели пули, начал ругаться, наконец угомонились, подползли ближе, вытащили из-под огня, Жуков попросил вызвать вертолетчиков, передать, что он жив, пехотинцы сначала отнеслись недоверчиво, наконец связались со штабом авиации, уже через 20 минут рядом с позициями сел вертолет, к этому моменту Жуков уже был без сознания, спасло его чудо, буквально утром на Ханкале был развернут госпиталь МЧС, где Жукову сделали срочную операцию, по словам врачей, при эвакуации до Моздока он бы просто не дожил, такая вот история кавказского пленника, философы неба, каждый вид авиации накладывает свой отпечаток на характеры и взаимоотношения людей, истребители и штурмовики напоминают средневековых рыцарей, чаще всего это яркие индивидуалисты, и это понятно, истребитель в небе один на один с самолетом он и его латы и его оружие бомбардировщики мужики артельные и на службе и в быту всегда вместе всегда все у них общие и победа и поражение транспортники это небесные скитальцы каждый знает что ему делать кто-то самолет готовит к полету кто-то на КП пробивает добро на вылет кто-то едет на местный рынок затовариваться здешними дефицитами у транспортников четкая кастовость а вот вертолетчики это пахари войны особенно восьмерочники мужики простые без гонора и звездности они спокойно заночуют в палатке или пехотном блиндоже позавтракают из солдатского котла они видят войну не с высоты нескольких километров и даже не со ста метров они ее видят в упор на полу вертолетной кабины не успевает высыхать грязь с сапог кровь раненых лекарства из капельниц здесь в перемешку сидят генералы и рядовые восьмерочники как никто другой близки солдату в экипаже всегда особые отношения устанавливаются между командиром и штурманом за месяцы проведенные плечом к плечу в небе вырабатываются полное единство понимание друг друга с полуслова и конечно дружба на всю жизнь а вообще вертолетчики это своего рода философы неба никто так крепко не связан с небом и одновременно не близок так земле как вертолетчики на войне есть место всему иногда даже юмору помню сел на площадку в метерламе под джилалабадом а надо сказать что для афганцев любой вертолет под час единственное транспортное средство стоит сесть как вокруг уже толпа и все лопочут одно кабуль кабуль в кабул мол надо а у нас категорический запрет на перевозку местных но стоило мне отойти от вертолета как толпа тут же снесла борттехника и расселась по кабине вернулся все сидят на меня смотрят конечно я принялся объяснять но куда там я языка не знаю среди афганцев нет никого кто бы понимал по-русски я им выметайтесь низ нет а они мне низ кабуль кабуль думаю ну как им объяснить вспомнил известный анекдот начал его цитировать do you speak english в ответ опять низ кабуль parlez во франсе низ кабуль кабуль и уже как крайний вариант шприхен зи дойч и вдруг один пожилой бородатый афганец в калошах и пуштунке вскакивает с места и радостно бросается ко мне я я их шпрахи дойч я чуть не поперхнулся это надо было слышать смесь немецкого дари и русского низ цурюк фербатин шурави дост рафик твою мать экипаж просто лежал от смеха потом подошел переводчик и выяснилось что это местный учитель немецкого языка партиец активист добирается в кабул на совещание ну прихватили с собой по такому поводу сегодня вертолетная авиация переживает не самые лучшие времена за годы реформ количество вертолетов сократилось почти в пять раз новых машин почти не поступало но это не значит что россия осталась без вертолетов и что пора на армейской авиации ставить крест нет сегодня мы еще остаемся вертолетной державой наши вертолетчики по праву считаются опытнейшими пилотами не зря в последнее время аан все чаще для проведения миротворческих операций старается привлекать именно наши вертолеты и наши экипажи наши вертушки пользуются славой неприхотливых надежных живучих и очень простых в эксплуатации машин та же восьмерка летает уже более 30 лет и до сего дня считается самым надежным и одним из самых массовых вертолетов в мире а по оценкам экспертов после модернизации оборудования может еще как минимум 15 лет нести службу столько же после модернизации сможет пробыть на вооружении и Ми-24 кстати именно с Ми-24 связана интересная история совсем недавно наша вертолетная группа прибыла для выполнения миротворческой миссии в Сьерралеоне и вот в один из дней решили мы выбраться на океан посмотреть благо до него рукой подать лежим загораем вдруг откуда ни возьмись выскакивает двадцать четверка и давай над нами пилотаж крутить я точно знаю что в небе наших нет покрутилась в небе и на посадку вечером того же дня нам представили единственного вертолетчика Сьерралеоне белого южноафриканца Нила мужик лет за 50 в очках не выдержал спросил где он обучился летать на нашем вертолете а он в ответ по надписям в кабине и прилагающейся к вертолету инструкции в общем сам на ощупь самородок он же его сам и обслуживает и ремонтирует ваш вертолет говорит Нил самая удобная машина из всех на которых мне довелось летать ну если сам без инструктора смог изучить то значит точно удобная машина а на месте оператора у него летает местный негр Нил обучил его стрельбе из пулемета так они и воюют противника по цвету штанов определяют и потому кто как руками машет те кто радостно широко свои а те кто с опаской и чуть-чуть повстанцы конечно хотелось бы чтобы на вооружение быстрее поступили новые типы вертолетов раньше была возможность принимать на вооружение сырые машины и потом уже в ходе эксплуатации доводить их до ума но сегодня такой подход слишком дорогое удовольствие поэтому мы не торопимся с решениями сегодня нашими конструкторами разработаны несколько новейших типов вертолетов по своим пилотажным качествам они превосходят все мировые аналоги но с навигационным оборудованием системами управления огнем еще необходимо поработать решения заложенные в них должны не просто соответствовать сегодняшним требованиям но и иметь перспективу еще как минимум на 10-15 лет поэтому сегодня принятие на вооружение новых типов боевой техники дело кропотливое но есть надежда что мы получим на конец машины которые избавят российских летчиков от унизительного чувства зависти к зарубежным образцам спасибо что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Роеллипру ХТТП Роеллипру оставить отзыв о книге ХТТП Роеллипру Цаммент Шурегин Владислав Реквием по 6-й роте ХТМЛ все книги автора ХТТП Роеллипру Аутхар Шурегин Владислав ХТМЛ